В сегодняшний доклад я хотел бы посвятить старой теме, которой я занимаюсь уже давно, теме сознания. Есть ситуация в современной философии, есть некая ситуация перехода от классической философии к постклассической, и вехами этого перехода состоял в том, что перешли, если рассматривать вопросы со стороны моей темы, со стороны сознания, то перешли от рассмотрения всеобщего сознания к сознанию единичному, к реальному единичному «я». И перешли от попытки построить некую философскую систему, некую формальную систему философии. От попытки построить такую систему перешли к разбору и анализу того, что представляет собой язык. То есть вы обратились ближе к тому, что представляет собой мир. Потому что, как я говорил уже в некоторых своих предыдущих докладах, мир структурирован в некотором смысле как язык. Давайте сначала разберемся с методологией вопроса исследования сознания. Можно сознание рассматривать с внешней стороны. Можно говорить, как это делают, как этим занимаются науки, естественные науки, например, психология. Что это означает? Это означает, что психология рассматривает, видит в мире некое тело, человеческое тело, человеческое тело. И говорит о том, что это человеческое тело, и в нем расположено сознание. Где-то в нем сознание. И оно исследует это сознание, исходя из того, что это тело и вообще человек целиком как-то себя проявляет во вне, во внешнем мире. Внешний мир. И по взаимодействию и поведению тела, которое предполагается, что руководит в частности сознание, которое руководит в частности сознание, можно сделать вывод о том, что представляет сознание. Сюда относятся всякие разновидности бихевиализма, функционализма. Сюда же можно отнести, в частности, физикализм. В общем, это внешний разговор. Внешний. Внешнее. Внешнее рассмотрение. Вот такое внешнее рассмотрение, которое характерно для естественных наук, мы как бы оставим, да, и будем рассматривать сознание изнутри. Вот есть некий внутренний подход. Внутренний подход. Что означает внутренний подход? Это означает, что мы как бы смотрим, мы исследуем сознание, исходя из того, как оно устроено изнутри. То есть мы рассматриваем, что для нас сознание, как оно выступает изнутри, представляет собой нечто, что находится в субъект-объектном отношении. Вот у нас есть исходное классическое субъект-объектное отношение. Субъект-объект, да? И мы говорим, что вот где-то вот здесь субъект-объектном отношении должно присутствовать сознание. Оно должно где-то образовываться внутри того, что мы понимаем под отношением человека и мира. В этом отношении можно было бы нарисовать так, что человек представляет собой некоторую замкнутую систему. Это субъективная сфера, да? Границы этой сферы представляют собой мир. Мир, который состоит, можно говорить, что состоит из сущих или как мир вещей. А можно просто говорить общим словом объекты. Границы. В центре этой сферы субъективной находится субъект, и субъект относится к объекту. Эти объекты, вот как бы, вот это не просто окружность, это некая сфера, это субъективная сфера. В этой сфере, собственно, проходит весь наш опыт, вся наша жизнь. Мы как субъекты относимся с объектами, и эти объекты представляют собой вокруг нас мир, который мы видим во всю сторону. Вот мы будем подходить к вопросу понимания, то, что представляет собой сознание, исходя вот из этой схемы. Почему важно как бы различить эти два подхода? Потому что методологически очень важно, чтобы исследование вопроса, оно было однородным в своих основаниях. Нельзя на самом деле эти две сферы, которые я рисовал, совместить и рассуждать так, как если бы, с одной стороны, мы могли бы говорить о том, что сознание есть нечто в теле, а с другой стороны, говорить о том, что на самом деле сознание представляет собой некую внутреннюю структуру. Эти две сферы нельзя совмещать, поскольку это есть два различных подхода, ортогональные друг к другу. Они, может быть, дополняют в каком-то смысле общее исследование сознания, но если эти две сферы путаются, то может возникнуть некая иллюзия относительно того, что представляет собой сознание. Для того, чтобы разобраться, что представляет собой сознание, нам нужно обратиться и исследовать, что такое субъект, потому что мы понимаем интуитивно, что то, что представляет собой сознание, как-то относится к субъекту. Пока я говорю это в общих словах, из дальнейшего будет понятно, почему сознание это есть нечто, что связано с субъектом. Это интуитивно ясно, но мы будем потом показывать, в чем состоит эта связь. Давайте исходно нарисуем нашу схему. Наша схема состоит в том, что есть... Есть субъективная сфера. Субъективная сфера – это сфера нашего возможного опыта, в котором мы оказываемся. Граница этой сферы представляет собой мир, который в той или иной форме, либо форме вещей, либо форме сущих, в зависимости от того, на каком уровне детализации этого мира организуется в нечто, что мы называем объектами. Вот эти объекты, они находятся на границе этой сферы, и мы, собственно, этот субъект относятся к этим объектам. Вот исходная субъект-объектная схема, классическая схема. Можно даже написать. Классическая схема отношения субъекта-объекта. Вот эта классическая схема, она характерна для всей классической философии, начиная с Декарта, через Канта и Гегель. В принципе, она интуитивно для нас очевидна. Давайте попробуем по поводу этой схемы и скажем несколько слов. Дело в том, что субъект в данной схеме он раздваивается. С одной стороны, этот субъект понимается как некий единичный субъект. Вот субъект один, он единичный. Это Гегельский термин, ну или эмпирический. Кантовский термин, или термин Шерлинга. В любом случае, это тот самый, то самое единичное я, которое представляет собой любой человек. Любой из нас является этим единичным субъектом. Но наука не занимается единичностями. Наука пытается понять все общее и необходимое. И необходимое. Вот это задача науки. И поэтому в лице классической философии она и относительно изучения того, что такое представляет собой субъект, должна была перейти к некому всеобщему субъекту. То есть субъекту науки. Всеобщий субъект. Вот обозначен субъект 2. Или согласно Канту, это трансцендентальный субъект. Канту, Шерлингу. Чем отличается этот трансцендентальный субъект? Этот трансцендентальный субъект отличается от единичного субъекта тем, что с единичным субъектом связаны какие-то вот единичные особенности того или иного человека. Например, неумение мыслить, или ошибаться в логике, или там, например, капризничать, или с чем-то не соглашаться просто из упрямства. То есть все, что связано с единичными особенностями субъекта, они все сосредоточены в субъекте 1. Субъект 2 это вот как бы некое понятие субъекта 1. Понятие. Понятие в субъекте 1. Почему это является понятием? Потому что в субъекте 2 собственно человек взят со стороны своей всеобщести. То, что в человеке есть то, что в человеке одинаково для всех то, что в человеке представляет если может так выразиться некое научное ядро то, как отдельный человек действует как всеобщий индивид. Вот допустим в науке принято мысли логические и не противоречивые строить системы не ошибаться не капризничать и проще. Вот этот субъект да, субъект 2 это вот некое понятие о субъекте так как он выражен в науке. Науке. Это как бы научный субъект если можно так сказать. Научный субъект. В итоге у нас есть два субъекта. Классическая философия допустим в лице Гегеля она начинает конечно с единичного субъекта. Если мы вспомним классическую работу Гегеля феноменология духа то там первая глава чувствная достоверность субъект там единичный предмет там единичный то есть субъект и объект единичный субъект соотносится с единичным объектом по поводу этого Гегель проводит некую работу и показывает критически показывает что истинной этой чувствной достоверности является всеобщая и что на самом деле вот этого чувствной достоверности для науки не дает ничего то есть с точки зрения науки надо перейти пойти дальше выйти на некого всеобщего субъекта а всеобщий субъект появляется у Гегеля сразу же во второй форме существования сознания которую он называет восприятие и вот уже начиная с восприятия собственно наука излагается в свойственной ей форме субъект является всеобщим мы покинули пределы единичного субъекта и наука движется в поле как бы мышления и достигает потом в конечных своих формах истин и это рассуждение кажется является и казалось для классической философии интуитивно понятной на основе того что представляет собой объект ведь мы когда говорим об объектах мы точно так же различаем некий объект единичный Гегель называет его это единичное сущее это это то что нам дано в чувственной достоверности вот тот самый единичный предмет который лежит передо мной вот эта доска она самая единичная она имеет бесконечное количество свойств бесконечное богатство содержания но в самой чувствной достоверности это содержание не дано в самой чувствной достоверности дано только его бытие причем это бытие с точки зрения науки является чистым бытием то есть является мыслью и собственно объект два который является всеобщим объектом что представляет собой всеобщий объект Этот всеобщий объект, он движется, он начинается с вещей, потом силы, силы рассудка, вещи восприятия, силы рассудка. Ну я пытаюсь просто двигаться в колее того, как рассуждают египет. Потом возникают другие всеобщности, связанные с самосознанием и так далее. То есть некое есть движение, движение все больше и больше всеобщей. В любом случае к науке относятся только вот этот второй предмет, то есть второй объект, который называется всеобщим объектом. И собственно, как бы наука, тем самым Гегель и Кант хотели видеть философию в качестве некой науки, причем не просто науки, а фундаментом всех остальных наук. Фихте называл такой фундамент наукоучением, Гегель называл системой наук. В любом случае классическая философия хотела построить из философии некую систему, которая обосновывала бы всеобщие принципы построения любой конкретной частной науки. И основываясь на этой системе, ну у Гегеля это наиболее завершенном виде мы имеем науки логики, любая наука является просто развитием и реализацией этой системы в конкретной какой-то единичной частной области. Давайте обратим внимание на то, что такое этот единичный субъект. Потому что очень важно теперь понять, что представляет собой неклассическая философия. Неклассическая философия, собственно критика классической философии как раз и прошла по линии разломов. Всеобщий субъект и единичный субъект. И в лице, прежде всего, Ницше и Керкигера философия вернулась к обсуждению вот этого единичного субъекта. Давайте обозначим эту схему как субъект единичный. Это у нас сфера субъективности. Каждый раз я это рисую с сферой субъективности, но надо понимать, что границы этой сферы есть объекты. Внутри этой сферы находятся субъекты. С1 это наш единичный субъект. Тот самый единичный субъект, который классическая философия минует, поскольку это не является предметом научного интереса. И действительно, критика со стороны постклассической философии в отношении классической состоит в том, что они возвращаются к этому единичному субъекту. В чем состоит единичность этого субъекта? Единичность этого субъекта состоит в том, что у него есть переживания, то, что не интересует классическую философию. Потому что классическая философия занимается всеобщностями, всеобщность не является никакими переживаниями. Всеобщность это понятие, это мышление, это нечто, относящееся к мышлению. А вот этот единичный субъект он переживает. И у Киркигора, да, приезжий прежде всего Киркигора и Ницше. Это те философы, которые обратили внимание на самом деле, что есть некий единичный субъект, он переживает по поводу мира, того, как он находится, как он заброшен в мир. У него есть, ну, единичность этого субъекта прописана в том, что он переживает. В этом выражается его единичность. Потому что со стороны всех других сторон, допустим, его нелогичности, капризы и прочего, как бы, это не выражает его существенно. А переживание, мы понимаем, что в переживании мы выражаемся существенно, потому что переживание есть не что иное, как проживание нашего бытия. Есть некий опыт, существенный для нас опыт проживания, желание бытия. Этот опыт внутренний или времени, может так выразиться. Опыт проживания бытия или времени. Этот существенный внутренний опыт, его может пронаблюдать на своем личном опыте любой человек. Есть некий такой внутренний опыт, когда мы не совершаем никакие акты восприятия, мы не совершаем никакие акты мышления, мы не совершаем никакие акты сознания. Нет никаких актов, да. А есть просто некоторые движения во времени. Вот как бы мы замерли, да, как медитация. Вот некое медитативное состояние, да. Мы замерли и в этом и проживаем просто мир, да. Мы просто углублены в себя. И в этом углублении мы находимся, и из этого углубления как вот переживаем бытие, переживаем время. Или переживаем сами себя. Это просто описание одного и того же опыта, да. Вот на основе этого опыта Хайдегер после этой Кирпигар-Ниши начал говорить о Дозене. Вот он и говорит, что такое Дозене. Дозене это некое присутствие. Да. Присутствие. И Хайдегер предложил, Хайдегер усмотрел, что субъект, собственно вот этот субъект переживающий, проживающий субъект, это вот наше я единичное, да, вот наше единичное я. Единичное я. Оно для нас бесконечно ценно, бесконечно важно, потому что, собственно, это и есть то, с чем мы ассоциируем сами себя. Это вот наша идентификация, да. Мы идентифицируемся с неким я внутренним, да. Вот есть некое внутреннее я, которое мы постоянно проживаем, которое, эти проживания, проживание это философский разговор, да. А сами эти проживания перерастают в некие переживания, да. Переживание есть нечто больше понятное, допустим, более понятное, да. Что-то, как это, эти переживания редуцируются дальше или разветвляются дальше в эмоции, или там в состоянии человека и так далее, да. То есть есть некий многообразный внутренний опыт. И вот этот многообразный внутренний опыт, это тот самый внутренний опыт, о котором говорил Кант. Вот Кант различал некое внешнее чувство, да, вот чувство, внешнее чувство он различал Кант. Внешнее чувство, ну, это ощущение. И внутреннее чувство. Чувство, это переживание. Переживание, переживание он относил страх, радость и прочее. Вот это различие Канта, да. Вот как раз речь идет о неком внутреннем чувстве. В этом внутреннем чувстве, ну, есть некий опыт проживания бытия. Это опыт проживания бытия, есть некий предельный философский метафизический опыт, в котором мы знаем, что такое является Дазайн, да. Собственно, это и есть способ, каким нам доступен Дазайн. И вот эта вот единичность, она как раз и выражается в том, что в отличие от понятий, вот есть как бы понятия, которые связаны с мышлением, а есть переживание. Оно никак не связано с понятием, да. Переживание это некий особого рода виду опыт. Ну, Хадиггер, да, когда перешел к Дазайн и когда начал разговаривать о присутствии, он поставил такой вопрос интересный о преодолении метафизики. Что он имеет в виду? Он говорит, что субъект объектное различие. Оно на самом деле субъект объектное различие. Различие мы запишем его вот так вот. Его требуется преодолеть. Это есть нечто, с чем связано предшествующей ему метафизикой и что требует преодоления. Как ложный модус осмысления бытия. Но, поставив такой вопрос, он на самом деле поставил вне философии всю предшествующую традицию. То есть поставил и Канта, и Гегеля, и Декарта. Всех философов, которые нам дороги, он поставил как бы вне философии. И это странно, потому что мы понимаем интуитивно, что субъект объектное различие, оно существенное. И мы не можем от него отказаться. Даже обсуждая дозайна, обсуждая присутствие, каждый раз Гегель вынужден обращаться к чему-то, что он называет кто, что он называет иногда по их сознанию, иногда субъект. Он как бы все равно вынужден обращаться к этим различиям, к различиям субъекта объекта, потому что это различие лежит в основании того, что представляет собой человек. Потому что внутри нас это различие является чем-то очевидным. Мы внутри себя различаем вот некую сферу объектности. Я исхожу сейчас просто из интуитивного различия. Вот феноменологический, там есть некий опыт. Мы внутри себя различаем сферу объектности и некую сферу, то, что можно было бы назвать «я». Вот это вот различие, оно есть на лицо. Вот это вот различие объекта и субъекта – нечто, что невозможно элиминировать. Это простым указанием на то, что это субъект объектное различие привело к забвению бытия. Это завело куда-то метафизику не на те пути. И поэтому то, что дальше я буду говорить, оно состоит в неком возвращении к субъекту объектному различию. Но возвращение не с точки зрения, что восстанавливается просто это субъект объектное, а различие восстанавливается. А, собственно, я попытаюсь проанализировать, что такое субъект объектное различие на самом деле. В чем там состоит, собственно, проблема. И обсуждая субъект объектную проблему, проблему, которую усматривает Хадиггер, я покажу, что такое представляет собой сознание. То есть на этом пути анализа субъекта объектного различия мы выйдем на понимание того, что представляет собой сознание. Давайте еще раз вернемся к нашему разговору о субъекте. Мы говорили о том, что в классической философии, теперь мы опять возвращаемся к классической философии, для того, чтобы оттуда выступить уже в постклассическую философию. То есть мы перейдем от Гегеля и Канта, перейдем к Хадиггеру. И на основе этого перехода я просто покажу, что его представляет собой сознание. Собственно, вся задача моя состоит в том, чтобы показать, что такое сознание. А вопрос о субъекте, это есть некая вспомогательная процедура, некая смежная сущая, которая требует анализа, для того, чтобы вообще выйти на понятие сознания. Опять возвращаемся к субъекту объектному различию. Я не буду теперь сферы рисовать, а просто будем рисовать пиктора. Что такое субъект объектного различия? Вот у нас есть некий вектор кагитации. Под кагитацией вектор кагитации. Или вектор актов. Под кагитациями или актами мы будем понимать любые познавательные акты, направленные от субъекта к объекту. Вот есть некий субъект, и эти акты направлены к объекту. Вот он представляет собой направленный вектор, субъект есть причина. Источник актов. Объект есть то, на что направлены акты. Вот такая простая схема, что представляет субъект объектное различие. Собственно, на этой схеме построена вся классическая философия. Вот такая простая схема внутренней структуры того, как мы устроены. Теперь, как бы, вот этот субъект, о котором здесь идет речь, в классической философии, как я уже говорил, представляет собой субъект 2. То есть, что такое субъект 2? Субъект 2 – это всеобщий субъект. Почему этот субъект всеобщий? Как я объяснял, потому что это связано с тем, что классическая философия строит науку сознания, науку субъекта объекта отношений, науку гносиологии или антологии. И поэтому субъект является всеобщим, но этот всеобщий субъект, есть некое понятие, понятие, да, о субъекте единичном, о субъекте 1, единичном. Конечно, субъект, то есть субъект 2, есть некая существенная сторона субъекта 1, да. Мы из субъекта 1 удалили все, что связано с единичными особенностями субъекта, каждого из нас, да, и взяли в неком обобщенном виде, вот потому что называется всеобщий, в неком обобщенном виде, как понятие. И, собственно, исследуем субъект в этом отношении, именно исходя из того, что субъект 2 постигает объект. Но, когда мы говорим здесь субъект 2 постигает объект, мы понимаем прекрасно, что под объектом понимается некий конкретный объект, да, вот, единичный, да, вот он где-то расположен в бытии, и под субъектом понимается некий все-таки субъект единичный. То есть, всякий раз, когда мы рассуждаем о субъект-объектном отношении, их строим, науку, это, то мы, как бы, теорию, да, если можно так выразиться, теорию субъекта, то, тем не менее, эта теория имеет в виду, что присутствуют единичные объекты и присутствуют единичные субъекты, да, и что, как бы, то, что мы здесь говорим, на самом деле касается того, как на самом деле устроен мир. Теперь для того, чтобы эта картина была завершена, необходимо показать, каким образом даны не только объекты, которые даны простым способом, они просто есть, да, ну, можно говорить о том, что они возникают, как это рассуждает Канн, да, Канн говорит о том, что объекты возникают в результате взаимоотношения того, что приходит со стороны в себе, то есть со стороны вещей себе и того, что приходит со стороны опознавательной активности субъекта. Но независимо от того, возникают ли эти объекты в процессе познавания или эти объекты даны изначально, в любом случае, объекты эти есть, да, и на них направлены наши кагитации. То есть объекты даны, и, собственно, вот эта данность объектов, это есть некая первичная очевидность, от которой мы отталкиваемся. Ну, а каким образом дан субъект? Теперь для нас возникает проблема, связанная с тем, каким образом дан субъект. Ведь от этой проблемы невозможно отмахнуться, потому что мы должны, если мы строим науку, показывать, каким образом мы свидетельствуем о каждом моменте нашего построения. Вот в данном случае, каким образом мы свидетельствуем о наличии субъекта? Мы ему просто указываем, что эта сфера объектности, она просто дана. Мы говорим, что она дана, пусть она возникает в процессе познавания, или она первоначально дана, это несущественно в данном разговоре, тем не менее она каким-то образом вот есть, да, это вот есть сфера объектности. А каким образом дан субъект? Каким образом осуществляется к нему доступ? Для того, чтобы решить эту проблему, мы не можем просто указать на то, что субъект, субъект есть, вот наш субъект 2, есть некоторого рода какой-то специфический объект, да? Вот мы не можем сослаться на то, что субъект является специфическим объектом, и он точно так же дан в сфере объектности. Вот такой разговор запрещен. Поэтому для того, чтобы указать, каким образом дан субъект 2, а под словом дан, я имею в виду его другую данность по отношению к тому, как даны объекты. Объекты даны, и мы понимаем, как они даны. Они даны как некие предметы, на которые направлены наши кегитации. Да, вот эта предметная сфера, она дана. А каким дан объект нам мы должны установить. Мы не можем сказать, что субъект 2 расположен в сфере кегитации. Поэтому мы должны придумать некую процедуру, для того, чтобы с помощью этой процедуры свидетельствовать о наличии субъекта. То есть мы должны понять, каким образом мы пробиваемся к субъекту. Эта процедура была придумана, она называется рефлексией. Вот такая процедура, которая обосновывает, каким образом дан субъект 2, представляет собой рефлексией. Что такое рефлексия? Согласно своему понятию, рефлексия есть некий способ, каким образом дан субъект самому себе. То есть рефлексия, исходя из своего понятия, есть способ, каким мы пробиваемся к субъекту. То есть вот наше субъект-объектное различие. И рефлексия означает направленность к агитации на сам субъект. Вот это не точка, конечно, это некая сфера объектности. И вот мы направляемся не на сферу объектности, а мы направляемся на самого субъекта. Тут есть два варианта. Либо мы отражаемся от сферы объектности, либо мы сразу направляемся на субъект. Ну, Гегель, например, предпочитает говорить о том, что мы отрицаем сферу объектности и тем самым возвращаемся в сферу субъекта. То есть мы отталкиваемся от сферы объектности и отрицаем, возвращаемся к субъекту. Это на самом деле разговор несущественный. Можно говорить о том, что субъект просто направляет свои усилия на самого себя. Но вот тут возникает некая проблема. И вот эта проблема существенна. А проблема состоит в том, что ведь субъект-2 является только понятием. Для того, чтобы понять, что представляет собой себе вот эта вот рефлексия, мы должны обратиться к личному опыту. Мы должны как-то из нашего опыта, поскольку каждый из нас представляет собой субъект, понять, в чем состоит эта рефлексия, в чем она могла бы выразиться. Мы легко находим этот опыт, да? И никакого другого опыта ведь нет. И этот опыт, который мы находим, представляет собой то самое проживание самого себя, о котором я говорил в начале. Давайте еще раз. О чем идет речь? Проблема состоит в том, что у нас есть субъект-2. Всеобщий субъект. Он должен каким-то образом иметь доступ к самому себе. Этот доступ, вот эта сфера объектности. Этот субъект-2 не может лежать на этой сфере объектности. Я объяснял почему, да? И он может на самом единственном способе удостоверить самого себя, как направить к агитации на самого себя. Вот это называется рефлексия. Собственно, рефлексия является существенной... Возможность рефлексии является существенным основанием классической философии. Потому что если и рефлексия невозможна, если вот такое самосхватывание, да? Что это не что, но это как самосхватывание, да? Если такое самосхватывание не срабатывает, то классическая философия не может обосновать, каким образом доступен субъект, и вообще получается, что этот субъект становится проблематичным. То это самосхватывание должно быть дано. То есть, этот способ, каким субъект дан себе, он должен быть прописан, он должен быть как-то объяснен. И вот мы теперь пытаемся понять, как он в классической философии объяснен. Но поскольку субъект-2 представляет собой понятие о единичном субъекте, как бы научная выжимка из того, что представляет собой всякий единичный субъект, каждый из нас, единичный субъект, это каждый из нас, мы можем обосновать вот эту рефлексию, исходя из того, что каждый из нас может обнаружить опыт. А в опыте мы обнаружим единственный такой опыт. И другого нет. Это опыт проживания самого себя. Помните, я говорил, субъекте один, да? У него есть некий опыт проживания самого себя. Никакого другого способа данности этой рефлексии просто нет. Вот единственный способ, что можно было бы назвать самосхватыванием. Самосхватыванием больше ничего нельзя было назвать. То есть, иначе говоря, когда классическая философия говорит о том, что рефлексия возможна и представает собой некий опыт самосхватывания, она на самом деле в процессе, она на самом деле понимает рефлексию как то, что мы называли в этой постклассической философии проживанием самого себя. Вот, да, вот некий опыт как бы внутреннего проживания самого себя. Что-то сказать, внутреннее проживание самого себя. Ну, насколько можно осуществлять этот, скажем так, рефлексия 2, а вот это рефлексия 1, да? Рефлексия в кавычках. То есть, классическая философия заявляет, что рефлексия 2, то есть, рефлексия всеобщего субъекта, она на самом деле есть не что иное, как рефлексия 1. То есть, опыт, опыт проживания, проживание самого себя. Самого себя или бытия, или бытия. В чем здесь возникает проблема? Почему вот это вот отождествление является проблематичным? Дело в том, что рефлексия ведь есть опыт к агитации. То есть, иначе говоря, под рефлексией понимается некая деятельность, деятельность познавательную, которую субъект 2 направляет, но в данном случае рефлексии он направляет их на самого себя. А здесь никакого, вот здесь, как я видите, нарисовал его в виде точки, дело в том, что здесь-то никакого такого движения к агитации нет. Собственно, вот этот опыт проживания себя, если вы просто внутрь себя заглянете и попробуете его осуществить, он состоит в том, что никакого вот этого движения, движения возврата к себе, вот никакого такого движения просто нет. Это просто опыт, который мы можем просто свалиться, мы в него сваливаемся. Там нет никакого различия ни... То есть, там нет никакого различия самого субъекта и его деятельности. Там есть некий просто цельный опыт. Во-первых, этот опыт не является опытом кагитации, он не является познавательным опытом, он является опытом переживания. Вот здесь что такое кагитации? Кагитации – это или мышление, или, допустим, как классическая философия понимала, сознание, или восприятие, или, допустим, представление. Но в любом случае здесь нет никакого представления. Здесь просто есть опыт проживания. Вот как время длится. Вот такой опыт проживания. Мы как бы стоим на месте и проживаем опыт бытия. То есть, вот этот опыт, на самом деле, он совершенно другой, чем то, что заявлено в качестве понятия рефлексии. Ведь под рефлексией должно было бы быть понято именно некое схватывание в себя, именно в опыте кагитации. Чтобы понять, почему эти два рефлексия 2 и рефлексия 1, я ее взял в скобках, потому что она не является, собственно, рефлексией, почему они различны, достаточно просто обратиться к философии Хадиггер. Потому что, собственно, философия Хадиггер, она и говорит о том, что дозайн, которое дано в опыте проживания, это, собственно, и есть особого рода сущее, которое уже не может быть охвачено понятиями субъекта объектного различия. Вот мы отсюда, отсюда как бы исходит Хадиггер. Он и говорит, указывая на этот опыт, этот опыт проживания. И вообще говоря, более того, он ведь в Хадиггер первый вводит различия двух регионов сущих. Есть сущие, которые под категориями рассматриваются. Это обычные сущие, сущие, неприсутствие размерного сущие. И под экзистенциалами. Экзистенциалами – это присутствие дозайн. Так вот, когда он говорит, когда он проводит такую границу между двумя родами сущего, которые несводимы друг к другу, невозможно рассматривать под одними и теми же существенными понятиями, они обязательно, как бы, сущие разбилось на два региона. Когда речь идет о таком разбиении, то имеется в виду, что вот это вот бытие, экзистенция, которой мы проживаем внутри, да? Ведь экзистенция, я на одном из своих докладов говорил о том, что экзистенция – это есть некое сущие бытие, которого дано в проживании. В проживании ужаса, скуки и прочих других экзистенциалов. Все экзистенциалы так или иначе восходят в проживании. А категории – это как раз способы, каким образом подводятся сущие подпонятия. То есть категория – это вот некий понятийный аппарат, да? Это способы говорения о том, какие предикаты можно переписать сущему. А экзистенциалы – это способы того, как существует некое кто, да? Способы как? Тут способы что? Точнее, тут что как бы представляет собой сущий, а тут как? Каким способом? Иначе говоря, категория различает два региона. И когда он различает два региона, он имеет в виду именно вот этот опыт, опыт проживания самого себя, опыт самосматривания. Но этот опыт не является рефлексией. И категория никогда не говорит о том, что этот опыт является опытом рефлексии. То есть, иначе говоря, вот это вот тонкое различие между тем, что это различие не заметили ни Гегель, ни Кант, они его не заметили. Кант указывает на то, что есть два вида чувства, что есть внешнее чувство, ощущение, а есть внутреннее чувство. Но на самом деле он как бы не восходит к тому, не пытается понять, каким образом возможны рефлексии. Потому что, исходя из того, как устроен субъект, рефлексии возможны понять только вот так вот, как опыт проживания себя. Но этот опыт проживания себя не является самосхватовым. И отсюда получается, что рефлексия, как она заявлена в классической философии, невозможна. Собственно, это понял Хадигер. Хадигер это понял, именно поэтому он и сказал, что... Ну, давайте будем говорить так, что так, как я понимаю Хадигера, именно поэтому он говорит о том, что субъект обетное различие, оно является ложным модусом понимания мира. И поэтому он оставил только вот этот второй модус, где говорится о том, что субъект представляет собой некое проживание бытия. А первый модус, где субъект даст субъект обетного различия, он просто оставляет и пытается преодолеть во всех его разговорах, связанных с преодолением метафизики. Ну вот сейчас я говорю о том, что помимо Хадигера есть еще и другое, была еще другая возможность развития данной схемы. Давайте еще раз запишем. У нас два субъекта. У нас субъект один, да, субъект объект нам различия. Это всеобщий субъект был, да? И второй субъект, это вот единичный субъект и единичный. Он не соответствует ни с каким объектом. Он представляет собой присутствие, да, Зайн. Некий опыт в данном, через, в опыте проживания самого себя. И вообще говоря, как бы по слову субъект к нему применяется несколько с какой-то натяжкой, потому что когда говорят о субъекте, всегда имеет в виду некий объект. Но, но можно говорить о нем как о субъекте в том простом смысле, как мы говорим о том, что физическое, как говорим о физическом лице или юридическом лице, да, можно говорить о неком субъекте, да, вот есть, например, субъект, как такой субъект, субъект Российской Федерации, вот мы говорим, да, Никита. То есть есть некое понимание субъекта в юридическом смысле, когда речь идет просто о некой цельности, безотносительного отношения к объекту. Вот можно как-то понимать применение этого субъекта именно в таком смысле. Но это несущественно. Пока мы держимся у термина, надо просто понимать, что вот этот субъект, он соотнесен с объектом, существенно соотнесен, а этот нет. Иначе говоря, получается два субъекта. У нас теперь есть два субъекта, всеобщие и единичные, но мы все-таки окажемся, примем критику, постклассическую критику и скажем, что никакого всеобщего субъекта нет, а что все субъекты единичные. Тогда у нас получается, что возникает двойственность субъекта, что все субъекты единичные, но тем не менее один субъект соотносится с объектами, а другой нет. Теперь эту же картинку, вот эта классическая картинка была, каким образом мы преодолеваем? Мы говорим о том, что есть два способа введения субъекта. Первый способ введения субъекта, поскольку здесь порядок был такой, это субъект, который связан с неким объектом. Он точно так же единичный, но нам естественно понятно, что такое, есть некая сфера объектности, есть это нечто, что мы воспринимаем как субъект, и он связан с объектом. То есть, что такое, как бы, вот этот субъект, который связан, направлен на объекты? Это некие кагитации. Или акты. И назовем этот субъект, как бы, субъектом кагитации, ну, это у меня просто сложилась такая терминология, субъектом актов. Какие особенности у этого субъекта? Этот субъект является, вот эти вот, его акты являются какими-то интенсиональными актами, да, они существенно направлены на объекты. Например, к этим актам относятся акты мышления, акты мышления, акты восприятия, акты представления. Ну, если мы пока берем только познавательные акты, вообще говоря, на самом деле, все возможные какие акты? Что такое акты? Это некие направленные вектора на объекты. То есть, мы понимаем, что мы, как субъекты, существенным образом направлены на мир, и мы, и наша направленность на мир состоит в том, что мы этот мир постоянно как-то выбираем, да, вот мы как-то в нем ориентируемся. Вот, вот есть эти акты. Второй способ введения субъекта, который у нас заявлен, это вот субъект переживающий. Точнее, правильное введение состоит в том, что он проживающий. Этот субъект дан в другом контексте, и первый контекст связан был с субъект объектным различием. Это вообще, говоря, классический контекст. В классическом контексте субъект дан только так. В классическом контексте субъект 1, это он просто редуцирован субъекту 2. Он просто способ, каким субъект 2 понимается, да? А на самом деле вот этот субъект проживающий, это другой способ данности субъекта, он дан в другом контексте. И он не равен субъекту 2, но по крайней мере нужно доказывать, равен он или нет. То есть у нас возникает разговор о том, как соотносятся эти два субъекта. Как они соотносятся. Допустим, если мы согласимся с классической философией и будем считать, что в любом человеке один субъект, то мы должны будем озаботиться вот этой проблемой. И мы должны будем доказать, что субъект один равен субъекту 2. Собственно, после вот такого перехода, задача философии, задача философов, которые придерживаются классических представлений, состояла бы в том, что они должны были бы озаботиться, каким образом субъект один, который является субъектом проживающим, который дан в опыте проживания бытия или времени, каким образом он является на самом деле вот этим субъектом 2. А что такое субъект 2? Это субъект 2, как вы говорили, это причина. Причина кагитации. Причина или источник кагитации. То есть у нас есть два совершенно различных контекста. Вот мы ввели субъект 2 в одном контексте, как контексте причинения. Простой контекст причины следственных связей. Есть некий субъект, он относится к объектам, причем у них взаимоотношения есть не что иное, как взаимоотношения причинения. Почему? Потому что субъект 2 направляет свои кагитации, свои акты на объекты. И вот эти вот акты, они понимаются как акты причины. В каком-то смысле, допустим, если брать Канта, то вообще говоря, объект перед субъектом возникает благодаря тому, что вообще сознание является, вообще субъект 2 является активным. Он является активным, его активность направлена вовне. И вот из того, что эта активность встречает на своем пути, из того, что она обрабатывает, из того, чему она придает форму неким внешним вещам самим по себе, образуются объекты. Собственно, объекты есть нечто вторичное. Весь упор того, что представляет собой мир, весь мир строится, исходя из субъекта. Субъект 1, проживающий. Он точно так же, как бы, если мы возьмем, как раз здесь проходит линия различных философий Хайдегера и классических философий, допустим, философиканта и Гиггер. Субъект 1, проживающий, это вот некое, как бы, переживающее бытие. Вот оно именно впадает в ужасы, в скуки, оно именно характеризуется своими экзистенциалами. Именно оно проживает бытие, именно оно экзистирует. И все, что связано с философиканом, везде проходит именно вот этот проживающий субъект. Здесь субъект мысли, субъект восприятия, проживание сюда не относится, потому что проживание не касается науки. А здесь все, что касается проживаний. Причем проживание дальше, если мы будем конкретизировать, что представляет свое проживание. То есть проживание это наиболее общий опыт, это метафизический опыт проживания, бытия. Частным случаем проживания являются переживания, эмоции, переживания, эмоции и прочее. Уже вот в переживаниях или эмоциях мы наблюдаем некую направленность на объекты. То есть возникает сфера объектов. Но она возникает потом. То есть субъект дан как нечто, что проживает свой опыт внутри своего, внутри себя, то есть внутри проживает опыт бытия или времени. А переживание и эмоции это и способ, каким образом этот субъект развивается до нормального субъекта. То есть как бы этот субъект тоже каким-то способом соотносится с объектами. Мы потом поговорим о том, каким способом они соотносятся с объектами. И в общем проблема классической философии или вообще философии теперь состоит в том, каким образом эти два субъекта соотносятся. Нельзя, как это делает Хайдегер, просто отбросить вот эту вот схему классическую и сказать, что никакого такого субъекта два не существует, а просто есть субъект один и все. Это на самом деле есть такая возможность, конечно, существует, например, философия Хайдегля, но эта возможность не является полной. Скорее, более интересной является вот такая возможность, когда у нас возникло два способа введения субъекта, и, собственно, эти два способа, которые являются независимыми, они указывают на том, что это различие, которое мы наблюдаем в нашем исследовании, оно соответствует различию реальному. Ведь здесь действует старый феноменологический принцип. То, что различено в познании, скорее всего, то, что различено в познании, различено в реальности. Давайте его как бы запишем, этот принцип очень важен. Вот у нас как бы есть реальность, а вот есть как бы познание. И вот между ними устанавливается такое отношение, поскольку реальность является более подробной. Более подробной, подробной, чем наше познание, то есть познание является только частью реальности, да, вот если можно было бы реальность представить в виде доски, то вот наше познание это вот это, а вот это вот является, все остальное является реальностью. То всякое различие, теперь мы что, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что всякое различие, которое мы усматриваем, ну, я имею в виду не различие там, ну, как бы, не просто различие какое-то такое бестолковое, да, на самом деле различие, которое мы устанавливаем существенным образом. Мы просто усматриваем, что это различие существенное, да. Вот всякое существенное различие, которое мы устанавливаем внутри познания, это различие обязательно является различием в реальности. Но обратное неверно. Быть может, что-то в реальности различенное мы на самом деле сводим в одно. То есть мы можем, мы, то есть наше познание, оно является, это и означает, что наше познание является познанием мира, да, что на самом деле наше познание является чем-то полученным из исследования мира. Поскольку мир представляет собой предельная подробность, в нем находится сама истина, и он устроен так, как он устроен, а наше познание представляет собой отражение этого мира, и оно устроено так, как мы смогли уловить, как мы смогли различить. Вообще, с точки зрения феноменологии, мы можем, мы в мире усматриваем некие различия, и эти различия удерживаем с помощью дискрипции, либо с построения теории внутри нашего познания. Вот если мы внутри познания, еще раз повторяю, что-то умудрились различить, значит это, существенно различить, значит это различие соответствует тому, что различено в реальности. Но обратно и неверно, если у нас здесь что-то не различено, это не значит, ну допустим, как вот классическая философия, как я потом буду показывать, оно отождествляет сознание мышления. И на самом деле, оно должно было бы задуматься, если существует два слова, и в немецком языке, допустим, тоже два слова существуют, сознание, и в нашем языке, в русском, является два слова, создание мышления, то почему этих слов два, почему не одно? То есть, исходя даже из простого рассуждения относительно того, как нечто бытиествует в языке, можно было бы поставить вопрос о том, является ли сознание мышления одним и тем же, или нет. Ну такого вопроса не был поставлен, и, допустим, в философии Гиггель, сознание мышления просто одно и то же. Вот у него оно не различено, а на самом деле, как мы покажем дальше, сознание и мышление это различное. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот эти два субъекта введены различным образом, это означает, что вот это различие двух субъектов, есть различие реальное. То есть, если мы не можем доказать их тождество, то есть, мы должны теперь озаботиться тождеством. Но если мы не можем доказать, что S1 равно S2, не можем. Значит, возникает возможность, не можем доказать. Значит, возникает возможность трактовать это различие, как различие реальное. Иначе говоря, то, что представляем собой мы, люди, является, по крайней мере, внутри нас существует вот такое различие, как субъект 1 и субъект 2. То есть, внутри нас это различие есть. Иначе говоря, либо мы должны, опять же, доказать это равенство, и тогда наш субъект опять схлопнется в один. Либо мы должны исходить из того, что поскольку вот я привел существенное различие, да, вот я указывал на то, что здесь проживание, здесь кагитация, да, что здесь нет субъекта в этом различия, здесь оно есть. И что рефлексия, которая здесь мыслится, как самосхватывание, она на самом деле, ее нельзя трактовать, как вот это вот состояние опыта проживания. Это даже слияние не является адекватным. Ну, это можно, наверное, просто отдельно взять опыт и просмотреть. Каждый внутренний опыт и может свое установить. Ну, в частности, это то, что это так, указывает на то, что вот здесь как раз базируется философия Хайдегера, а здесь базируется классическая философия. Собственно, переход от одного к другому. Почему Хайдегер вообще критикует субъект объектной различия, как некий ложный, да, ложный способ отношения к миру? Потому что он вот здесь находится, у него субъект, он там как проживающий, он проживает свой опыт бытия. И почему у него вообще разговор о бытии встал, да? Потому что вот это очень существенно как бы для субъекта, который проживает именно вот этот его изначальный, первичный, экзистенциальный опыт, опыт проживания самого себя, опыт проживания бытия. И вообще все его трактаты, если понять, что его субъект исходит из этого внутреннего опыта, они легко читаются. Можно легко понять на самом деле, где мы находимся. И что представляет собой философия Хайдегера. Но я-то пытаюсь теперь сохранить оба субъекта, да? Нельзя просто отбрасывать субъекты объектной различия. Почему нельзя отбрасывать? Потому что оно нам точно так же очевидно. Мы очевидно понимаем, что сфера предметности, да, и мы сами отличаемся друг от друга. Да, и это во-первых. А во-вторых, существенно то, что этот субъект объектной различия позволяет нам понять, что такое представляется будут кагитации. Ну и по-другому можно было бы назвать их интенсии и так далее, да? Из этого различия ведь следует вся философия классическая, да? И на этом различии построена вся наука, да? Вообще вся философия. Поэтому я хочу сохранить оба различия. И если мы сохраняем оба различия, то у нас возникает два субъекта. Один субъект – это субъект актов, а этот субъект – субъект проживания. Назовем его субъект проживания. Просто на будущее, да? Субъект проживания. Ну, или можно отождествить его присутствие. Присутствие, дозайн. Вопрос как бы не в словах, да, в сущности. А это субъект актов. Субъект актов характеризуется тем, что он относится к объектам. Ну, скажем так, актов по отношению к объектам. Мы его будем называть субъект актов. Он как бы по отношению к объектам. Субъекта два. Первый субъект понимается, как вот субъект, который доступен нам. Каким образом? Теперь опять же возникает та проблема, о которой я говорил. Если мы обсуждаем теперь наличие двух субъектов, мы должны указать способ, как и каждый из них достигается. Некий доступ к ним, да? Как ему каждый из них дан. Потому что если мы не укажем этот доступ, то наше различие, оно будет пустым различием. Оно не будет чем-то существенным. Мы говорили о том, что субъект проживания, он просто дан в проживании. То есть вот этот опыт проживания, он дан в опыте проживания. Здесь все по-старому осталось. Каким образом дан субъект два? Вот здесь возникает проблема. Дело в том, что нет такого опыта, в котором он дан. Он не дан. Как мы можем говорить о том, что не дано? Вообще, почему вообще о нем говорить? Загадочный такой субъект, да? Вот это вот различие двух субъектов, но не в таком виде, конечно. То, что я здесь пытаюсь связывать с классическую философию, с классической философией. И вообще все мои доклады посвящены переходу, указанию непрерывного перехода от классической и постклассической философии. Я хочу показать, что постклассическая философия наследует интуиции классической философии. Здесь нет никакого скачка, да? Что просто одни основания, они уходят в тень, а просто другие основания выходят на свет. Это, во-первых. А другой способ, таким образом, постклассическая философия наследует классической философии, состоит в том, что различие, то, что классическая философия отождествляет, вот это вот отождествление выводится на свет и показывает, что оно различное. То есть обнаруживаются некие новые различия. Вот сейчас мы покажем, в чем состоит это новое различие. Мы говорим о том, что субъект 2 не там. Субъект 2 не там. Но тем не менее мы его мысли. Почему? Не там, но мы его мысли как причину. Как причину. Как причину источник китации. А дело в том, что на самом деле другой-то причины никакой источника китации у нас нет. У нас тут этот субъект 2, как субъект данный в проживании, он никак не может участвовать в китации. Он дан в проживании. Этот контекст проживания, он определенный контекст. То есть этот субъект, кроме как проживать, он ничего не может. Он после проживания, он может перейти, вот как дозайное присутствие, он может просто достаточно обратиться к философии Хайдигера. Оно ведь может только проживать. Да. Ну, или переживать. Оно может переживать ужас или тоску, может, или радость переживать, да. То есть оно на самом деле такое странное, странный субъект. Оно никак не может добраться до мышления. Вообще у Хайдигера, допустим, если посмотреть его работы внимательно, у него вообще какие-то проблемы с тем, как отнести к мышлению, к дозайне. То есть вроде как, у него даже вопрос такой интересный есть, да. Работа одна посвящена, что мы называем мышлением. Вот у вас хайст Денкин. Она как раз посвящена тому, что вот мы еще не мыслим, да. Там на рефрен он проходит через всю работу. Почему мы еще не мыслим, да. Потому что субъект трудно отнести к этому субъекту. Ну, как этот субъект проживания мыслит, это непонятно. Вот, только в субъект объектном различии, который вот был раньше, да, вот субъект 2, относился к объекту, мы мышление можем понять только исходя вот из этой схемы. Потому что мышление, мысль есть мысль о чем-то. Или восприятие есть восприятие объекта. Некий субъект восприятия, он воспринимает объект. Поэтому, хотя S2 не дан, а он не дан, потому что рефлексия невозможна. Потому что я это показывал, что рефлексия невозможна. То, тем не менее, он необходимо мыслиться как причина и источник, понимаете, кагитации. То есть он премысливается. Он премысливается. Премысливается как необходимый. Как необходимый. Для понимания того, что представляет собой кагитация. И вот этот вот премыслимый как необходимый субъект, если мы обратимся теперь опять же к нашему опыту, то его не ищем отождествить, кроме как с одной, можно отождествить его с двумя вещами. С телом. И второе с бессознательным. Ну, слово тело здесь не очень удачное. Я имею в виду не просто тело, а как бы представителя тела. Вот если можно было бы выразиться о том, что у тела есть некий представитель, можно было бы говорить о том, что у представителей есть субъект 2. Субъект 2 как бы представитель тела. Вот когда мы говорим о депутатах, что они представители народа. Вот есть условно говоря тело, как бы народ. И вот есть у этого тела представитель, некий субъект. Этот субъект 2, какой? Он есть субъект желаний, субъект стремлений. Он многообразный субъект. И этот субъект выражается в чем? В бессознательном. Вот этот бессознательный, это просто другой разговор о теле. Что такое это бессознательное? Мы говорим о том, что постклассической философии стал очень важным вообще разговор о бессознательном. Почему? Потому что из нашего опыта мы понимаем, что наши поступки частично являются нашими поступками, то есть поступками, принятыми согласно нашей воле, а частично являются поступками непроизвольными, непонятно откуда взявшимися. Ну и вообще говорят, понятие бессознательного исследует психоанализ. И оно сейчас является некой уже научной очевидностью, что бессознательное и есть. Здесь уже не надо доказывать, что оно есть. Иначе говоря, вот этот субъект 2, он является... Почему я говорю о теле? Потому что представление о теле является более общим и более правильным. Вообще просто разговор о бессознательном. Потому что разговор о бессознательном опять переводит на сферу сознания. И эта сфера сознания, она сужает разговор. Поэтому я говорю о теле. И лучше говорить о теле. Но надо говорить также о бессознательном, чтобы просто понять, в каких мы находимся терминах. Вот то, что я сейчас описал, говоря описанными, это и есть философия, которая развивает Делес. Прежде всего, да, вот именно Делес, у него субъект представляет собой некую множественность. На самом деле, если мы говорим о том, что вот этот вот субъект 2 направлен на объект, то вообще говоря, поскольку он не да, поскольку субъект 2 не да, вообще говоря, мы не можем сказать, сколько этих субъектов. То есть, вот эти субъект 2, вот я поставил здесь 2, а на самом деле надо было поставить субъект И, и вот это вот И равняется от единицы, и там неизвестно сколько. Потому что в некотором отношении, вот у нас есть наши акты, допустим, акты речи, акты письма, акты мышления, восприятия, и в принципе, если брать все эти акты и рассматривать, то аккуратное исследование должно показать, что у всех этих актов один субъект, а не у каждого акта свой субъект. Я-то как раз, как раз, как раз опыт показывает, что у всех, у каждого своеобразного акта свой субъект. Для того, чтобы это понять, достаточно обратиться просто к психологическим исследованиям, которые доказывают, допустим, что опыт говорения, опыт письма, опыт слушания, это совершенно разные опыты. У них совершенно разный лексический состав, совершенно разные способы говорения, в смысле синтаксистическая и семантическая структуры. Вот, например, если говорить о себе, мне тяжело всегда дается речь. Я с этим как бы боюсь, пытаюсь что-то улучшить. Но, тем не менее, для меня это представляет огромная проблема. Я немного лучше пишу, но мой лексический состав письменного текста отличается от того, что я говорю. Я просто на это обращал внимание. Ну, уж не говоря о том, что, конечно же, различается слышание и видение. Иначе говоря, вот этот вот субъект 2, который надо бы теперь обозначать субъект И, субъект И, да, он на самом деле, вот этот субъект, да, это субъект АТОВ. Он на самом деле множественный субъект. Ну, и об этом множественном субъекте много говорится в современной философии. Там и пробегают какие-то там значения, да, неизвестно какие. И это надо уже, то, какие пробегают их значения, сколько таких субъектов, это надо уже изучать конкретно, ну, это уже вопрос изучения отдельной дисциплины, психологии, возможно, и так далее. Это на самом деле несущественно для тела субъектов, сколько их, много или один. Ну, мы будем говорить об одном, там, вот нам, мы теперь не будем говорить субъект 2, будем говорить субъект. И вот у нас есть изначальный наш субъект, субъект 1, который мы просто обозначим словом, субъект, скажем, 0, да, тот изначальный там наш субъект, который есть не что иное, как я, да, как то, что мы... Я, или что такое я? Я это некий указатель. Я указатель, да, вот этот вот я, он же есть проживание, он дан в проживании, дан в проживании бытия, времени, да, есть присутствие. Собственно, как бы, то, что мы ассоциируем с сами собой, вот есть вот этот субъект. А этот субъект, есть субъект актов, это субъект мышления, субъект говорения, речи и так далее. Понятное дело, что между этими субъектами есть какая-то связь. Вот эту связь, связь, надо будет установить, это дальнейшая работа, установить. Она требует дальнейшего исследования. Как бы, вот сейчас я не хочу углубляться в эту тему. Теперь давайте рассмотрим... Вот я привел просто изначально исходную тему, схему, как бы, того, как различаются субъекты. У нас субъект теперь не один, субъекта два. Это, наверное, для многих непривычно, да, потому что мы привыкли говорить об одном субъекте. Но, если вдуматься, в этом заключается некая привычка, потому что, когда мы говорим о субъекте, мы имеем в виду субъекта, прежде всего, юридического, да, субъекта ответственности, и мы привыкли о том, что мы себя... Что мы вот, я вот это, да, вот это вот я, каждый из нас я, оно берет ответственность за самого себя, берет ответственность. Так вот это вот берет ответственность означает, что я признаю все акты, которые совершаются субъектом вот этим, и за свои. Признаю. Иначе говоря, если я в порыве, скажем, какого-то там стресса, какого-то там, не знаю, страсти, какой-то там, не знаю, вспышки гнева или какого-то другого что-то совершает, то с точки зрения юриспруденции он ответственен за свои акты. Если он совершает эти акты, даже помимо своей воли, да, его влекла, говорят, там, бесы влекут его, или там, его влекла какая-то роковая воля, или там, с ним случилась беда, там, что-то там, его страсти там оплели, куда-то завели. Тем не менее, он берет за все, что он совершает, за все акты, какие он совершает, ответственность. Именно поэтому, на самом деле, мы говорим о том, что субъект один. Но если вдуматься, вот это вот акты, которые он совершает, прежде всего, эти акты, чтобы было понятно, например, бессознательные, связанные с бессознательным. Связанные с бессознательным. Я здесь бессознательно беру только для того, чтобы просто более остро показать различие. Вот эти бессознательные акты, они есть же воля я. Она же не есть, что связанное я. Это вот некая жизнь тела. Есть некая жизнь тела. Жизнь тела. В нашем теле существует очень много всего. Работает сердце там, внутренний орган, кровь куда-то там переливается. Вот пока я это говорю, что-то внутри происходит. Какие-то процессы постоянно перетекают. Много что происходит с нами. Я же не могу все это к яд отнести. Есть просто жизнь тела. Вот это вот жизнь тела и есть та жизнь, которую я отношу к субъектам актов. Просто когда мы об этих субъектах актов начинаем говорить с точки зрения мышления, то поскольку мы привыкли, что мышление это и есть наше любимое, то, что мы относим к себе, мы начинаем сопротивляться. Мы говорим, как же так? Как же субъекты два? Мышление это вот непосредственно мое. Ну, быть может, мы просто привыкли присваивать это мышление. Мышление совершается так и нашим телом. Оно есть некие акты тела. Есть некие акты, совершаемые субъектом актов. Но мы привыкли в силу вот этой ответственности, в силу некой внутренней этики все брать на себя. В том числе и плохое, и хорошее. Мы отвечаем ведь не только за плохое, но и за хорошее. И вот мышление, восприятие, фантазию, все. Все это мы принимаем на свой счет, на счет этого «я». Хотя изначально мы понимаем, что вот это «я», ну, понимаем, я имею в виду сейчас метафизический разговор, да, мы понимаем, что это «я», если что иное, как переживающее «я», в лучшем случае. И каким образом оно все относится с мышлением, с восприятием, с фантазией, с представлением и прочим, теперь в данной постановке вопроса требует нового исследования. Требует нового исследования. Новое исследование. Я только ставлю вопрос, да, вот я поставил вопрос. Мы различили два субъекта. Теперь я поставил вопрос о том, каким образом мышление, восприятие и прочие акты, которые мы относили в классическом рассуждении субъекту актов, каким образом они относятся к «я». Вот это вот все требует теперь нового исследования. В каком-то смысле это новая парадигма, да, вот новая парадигма к тому, каким образом мы понимаем, что представляет собой человек. Здесь нет никакой шизофрении, как можно подумать. Ведь все вы, несмотря на то, что считаете, что субъект у вас один, но ведь все вы говорите же о бессознательном. Вы говорите о том, что у вас есть непроизвольные какие-то движения, что вы совершаете какие-то там действия, исходя из каких-то внутренних, неведомых вам побуждений. Да? Тем, говоря все это, эти побуждения, кем совершаются? Мы можем, конечно, вы будете говорить о том, что, допустим, совершается это все по воле некого бессознательной, внутренней силы, да, или там, по воле нашего тела, по воле, что тело есть в своей жизни и прочее. Но ведь мы же, вот это то, что психоанализ закрепил в виде, ну, своей теории. Я не обсуждаю сейчас эту теорию, но тем не менее. Мы же должны каким-то образом осмыслить. Мы же должны понять, на самом деле, каким образом это есть в метафизическом-то смысле. Не в смысле вот этого бульвара, да, что вот есть бессознательное, оно там, оно там побуждает нас каким-то своим, там, сейчас даже каким-то своим действием, да, оно там связано там с сексом или там с чем-то еще. Мы же должны понимать, на самом деле, мы должны это формализовать. Вот и формализация этого, по этой формализации, я предлагаю, что есть субъект 0, да, это вот наше Я, да, присутствие, и есть субъект, ну, я его называю субъект проживания, потому что он дал проживание, потому что очень важен способ, каким он дал. Ну, почему нужен этот способ, потому что всякий раз для того, чтобы, когда мы будем исследовать внутреннюю жизнь, мы будем всегда подсылаться к тому, как нечто дано. И субъекты актов. Актов. Этот субъект множественный, в силу того, что вот мы различаем многообразные и разные акты. Вот сколько есть видов актов, в принципе, как бы, ну, этот вопрос, опять же, вот, все, вот, то, что субъект этот множественный, это не является окончательным решением, это просто требует выяснения. Сколько эти и? Вот сколько их? Сколько? Вот этот вопрос требует, как бы, выяснения. Просто я просто оставляю эту проблему, это вопрос дальнейшего выследования. Теперь давайте обратимся к сознанию. Собственно, весь разговор субъекта все в том, чтобы отнестись к пониманию того, что есть такое сознание. сознание. Мы погибли. Теперь, для того, чтобы понять, что такое сознание, нужно усмотреть тот факт, что сознание связано как-то с я. почему? Потому что если нет сознания, если мы потеряли сознание, да, то и нет я, нет ничего. Если мы потеряли сознание, значит нет ничего. То есть сознание это нечто, что связано с я. существенным образом. Ну вот дальше я буду рассказывать о том, как я понимаю сознание. Пока. Ну давайте как бы несколько предварительных слов. Как можно было бы понять сознание? Вот можно было бы понять сознание как акты. Можно было бы понять сознание. Что такое в другом разговоре, разговоре, связанном с сознанием, нам очень будет важно понять, что представляют собой акты. В смысле, акты представляют собой реализацию неких способностей. У субъекта, у человека, давайте, у человека есть способности? Поскольку субъектов два, теперь просто субъектно реализовать нельзя. Будем писать у человека, да? У человека есть способности. И человек эти способности реализует на объектах. Все способности являются некими способами, каким, слово способ, да, способности. Есть способы, каким человек относится к объектам. Иначе говоря, мышление, восприятие, представление – это способности. И они, поскольку они относятся к объектам, они, собственно, в познавательном смысле совершаются в виде актов. И относятся, соответственно, поскольку акты относятся к субъекту актов. Относятся к субъекту актов. Вот наша моя сель. Теперь вопрос сознания. Является ли сознание способностью? Кажется, что да. Ведь мы же говорим о том, что сознание есть сознание чего-то. Ну, допустим, густер любит об этом говорить. Но так ли это? Давайте исследуем этот вопрос. Дело в том, что каждой способности соответствует свой предмет или аспект реальности. Почему это так? Ну, можно просто нашу способность представить, допустим, если взять конкретную способность, например, слышание. Слышание. Соответствует звуке. Виденье. Образе. Ну, там, мышлению. Ну, я не буду все перечислить, естественно, да. Смыслы. Иначе говоря, каждая способность, она потому и способность, и поэтому мы их различаем, да. Что у них есть разные аспекты реальности, на которые они направлены. В этом состоит смысл того, что они существуют, да. То есть, наша реальность представляет собой некое многообразие. И мы должны в этом многообразии выхватывать все возможные ее стороны. И эти все возможные эти стороны выхватываются способностями. Так теперь ставится вопрос, а что соответствует сознанию? Какой? Какой? Какой аспект или предмет? Есть ли такой предмет у сознания? Ну, классическая философия считала, что сознанию соответствуют те же самые предметы, что и мышление. Если вы послушаете мои доклады, посвященные Канту и Гегелю, то там увидите, что согласно классическому представлению сознания, прежде всего, лучше всего это понять на примере Гегеля. Он просто при прямом тексте пишет. И мышление это одно и то же. А что это значит? А что это значит? Это значит, что предметами сознания являются смыслы. Смыслы. Ну, или мысли. Смыслы, мысли, это вот, понимаете, здесь как бы мысли. Есть тут еще параллельные какие-то слова, которые необходимо было бы сказать, но в силу ограниченности времени, иначе просто доклад превратится бесконечно. Вот я просто упускаю, почему смыслы мысли, ну, есть некая очевидность из того, что мышлению соответствуют смыслы мысли. Но будем считать, что это понятно. Сознание равно не смышлению. И вот я ставил там такую проблему, которая связана с тем, а как это так? Если сознание есть мышление, а сознание присутствует не только в мышлении, сознание присутствует также в созерцании. Вот если взять у Канта, например, у Канта есть созерцание, и тем не менее это созерцание без мышления. Но тем не менее, когда Канта существенным образом отличает созерцание мышления, получается так, что это созерцание ведь как осуществляется? Оно осуществляется субъектом. И вот этот субъект, который у него созерцает, еще раз напоминал, с точки зрения классической философии, субъект один, Никакого разделичения этого нет. И с точки этого субъекта, субъект и сознание связаны, то получается, что сознание присутствует уже в созерцании, но оно же, согласно этой формуле, является одновременным мышлением. Как так? Получается, что не существует никакого созерцания без мышления. То есть, с одной стороны, Камп вводит различия созерцания и мышления и говорит о том, что созерцание и мышление существенно отличается, созерцание предметы даются мышлением, они мыслятся. с другой стороны у нас изначально в силу того что субъект связан с сознанием и сознанием на мышлению получается что связи с вами присутствует мышление через сознание вот кстати вот из этой формулы что сознание равновесие мышлением если там посмотрите доклад следует доказательство кантовская дедукции категорий ну это можно показать просто как бы я сейчас не буду просто на этом останавливаться вот вот пожалуйста отсюда следует что что созерстание прислу間 означает что никакого мышления созерстание без мышления невозможно и поэтому мы поскольку мы уже различивите различные субъекты мы остережен сам уж сознание отождествлятьлохие мы будем считать что поскольку не слова тоже различаются в виду читает что сознанию мышление по ни мере отношения между ними поставим под вопрос. Мы не будем торопиться. То ли они одно и то же, то ли не одно и то же. Я сейчас говорю аккуратно, хотя на самом деле я уже уверен, ну я знаю просто, из дальнейшего будет понятно, почему они различаются. Какой предмет ему соответствует? Если сознание и мышление мы различаем, пока неизвестно. Неизвестно, какой предмет. Но мы понимаем из того, как устроено познавание, поскольку сознание связано с я существенно. Из нашего опыта мы понимаем, что оно присутствует везде. То есть в любой способности, восприятии, мышлений, представлений везде присутствует сознание. Например, Лейбинс вообще как бы все вот эти вещи объединяет простым, разделяет на две вещи перцепции и оперцепции. Перцепции и оперцепции. Причем перцепция для него является чем-то, что с сознанием не связано, а перцепция это те перцепции, которые связаны с сознанием. Но не важно. Важно то, что для нас важно, что сознание, оно естественно может и не присутствовать, но оно присутствует. Ну, допустим, у нас мышление, в принципе, может совершаться как бы там спонтанно, но это не важно. Суть вопроса состоит в том, что в познавательном плане, когда мы направляем свое исследовательское внимание на предмет, на объекты, мы всегда его направляем сознательно. И всегда сознание присутствует везде, восприятие, мышление, представлений. Из этого же не следует, что сознание отождествляется с восприятием, мышлением и представлением. Конечно, нет. Это следует просто то, что сознание тесно связано с я. И у него, его объектом может быть объект любой способности. То есть объект любой способности. Объект или аспект мира, который исследует любая способность. То есть, иначе говоря, вот из этих двух, это первое, это второе. Из этих двух сопоставлений можно сделать вывод о том, что сознанию не соответствует никакой конкретный аспект реальности отдельный, как здесь. А любой аспект, любой аспект, который мы здесь рассматриваем, можно взять все способности. Там они перечислили, огромный список состоит. Во всех этих аспектах может существовать сознание. Да, во всех этих аспектах присутствует сознание. Особенно, если мы разговоры ведем о познавательном смысле. Что из этого следует? Из этого следует, что сознание не есть способность. Вот это вот главный вывод, который из этого следует. Сознание — это неспособность. По способности, я еще раз говорю, мы называем некий способ, каким субъект относится к обе. Что такое способность? Сознание — неспособность. Это первое. Мы говорили о том, что сознание связано с я. А что такое у нас я? Это вот у нас субъект проживания. Почему? Потому что если мы теряем сознание, то теряется все. Исчезает. И мир исчезает, и я исчезает. Все исчезает. Существенно. Связано с я. Существенно. И третье. Так. А, и третье. Третье состоит в том, что... Вот мы когда говорим о способности, говорим, что они являются актами. А акты мы описываем глаголами. Но мы же о сознании тоже говорим в таком смысле. Мы же говорим осознавать, да? Осознавать. Мы говорим там. То есть мы указываем, как будто бы сознание действует в неких актах. Как с этим быть? То есть, есть ли у сознания некие акты? И вообще, говорят, давно уже существует даже в языке, когда... даже я иногда путаюсь, да? Я когда начинаю говорить о сознании, мне хочется сказать о том, что есть акты сознания. Вот есть ли акты сознания? Если акты сознания есть, то сознание тогда превращается в нечто, что осуществляется субъектом актов. Ну, просто так, в силу того, что такое акты, да? Вот в этом субъектом различий, как бы, вот есть еще какой-то субъект, который сознает, и вот у него есть субъект актов. Вот надо вот с этим разобраться. Давайте с этим тоже разберемся. Давайте, как бы, пообратимся к феноменологии сознания. Что такое сознание? Ну, для этого мы говорили, что сознание связано с я, да? И вот обратимся к тому, как мы... Что такое сознание? Сознание есть в некотором смысле... Ну, вот это вот любимый термин и хайкинг, да? Сознание связано с феноменологией сознания, открытость. Так что, условно говоря, мы открыли глаза, и вот перед нами мир как-то раскрылся. И в этом раскрытии мы, как бы, осознаем. Мы осознаем в неком открытом, в этом некой открытости. Это первое. Причем, когда я сейчас сказал слово «осознавать» в смысле глагола, хотя будет ясно из следующего, что так, на самом деле, выражаться некорректно будет. Ну, поскольку в языке все-таки уже заложено такое словоупотребление, поэтому я неизбежно буду на это скатываться. Это первое. Это открытость. Второе. Что связано с сознанием? Сознанием связан некий свет. Вот мы всякий раз, когда говорим о сознании... Вот у Хайдегера тоже же... Хайдегер когда говорит о своем дозайне, он говорит о неком про свете. Да и вообще говоря, метафора света. Метафора света во всех смыслах. Света. Света, просвета. Света, просвета. Ну и другие. Просто сейчас я затрудняюсь сразу подобрать слова. В общем, различные метафоры света. Третье. Третье. Вот как раз с сознанием связано наше отличие от мира. Вот как мы отличаемся от мира. Мы говорим о том, может, мы отличаем себя от мира, во-первых, тем способом, что мы проживаем... Есть некое внутреннее проживание, которое я рисовал. Субъект проживания, он внутренне проживает себя. И проживая внутренне себя, вот эта сфера объектности, она никуда не девается, она как бы стоит во мне. И вот как бы вот то, что вот это отличие существует, осознается. То есть это и есть как бы вот в некотором отношении то, что мы говорим о сознании. То есть вот сознание как-то связано вот с этим различием. Различием того, что вот есть некое место, которое мы называем внутреннее. И вообще мы различаем внутреннее и внешнее. Есть нечто внутреннее, и есть внешнее объект. Это внешнее, а это внутреннее. Это различие внутреннего и внешнего, это опять же как-то связано с сознанием. Исходя из этой феноменологии, исходя из того, что я сказал про сознание, что она не является способностью, что она связана существенно с я, что возникает проблема, что такое сознавать. Давайте еще обратимся к феноменологии. С чем еще связано сознание? Опять же, сознание связано с неким свидетельством. Свидетельствование констатации. Свидетельствование констатации – это не мышление. Что значит свидетельствовать и констатации? Это когда свидетель высказывает, есть или нет, так это или нет. Когда он на чем-то настаивает или что-то утверждает. Но утверждает не в смысле мысли, а утверждает в смысле, что так и есть. Если, допустим, мышление дает 2х2,4, то как раз сознание констатирует, так это или нет. Оно констатирует. То есть это констатирующая некая свидетельствующая станция. Но это можно понять еще, если обратиться как раз к свидетельству в нашей жизни. Не к свидетельству, в смысле познавания. Потому что в познавании свидетельство некоторым образом скрадено. Потому что мы не очень понимаем разницу между мышлением и свидетельствами. А если свидетельственно взять в нашей субъективной жизни, то мы понимаем, что есть разница между тем, что мы что-то совершаем, а не об этом не думая. Мы что-то совершаем и как бы движемся в неком просто действии. Движемся в неком действии. И есть другое состояние, когда мы не просто движемся в действии, а мы еще осознаем. Постоянно у нас... Что такое осознавать? Вот это и есть свидетельство. Вот мы опять возвращаемся к тому. Мы осознаем. То есть ничего не изменяется, наши действия продолжают... Их действия никак не меняются. Действия так же и продолжаются. Но возникает некая прибавка осознания, которое в самом действии ничего может быть и не меняет. Но оно как бы прибавляется. И вот этого действия есть некая констатация. Некая сопровождающая. Нечто, которое сопровождает действие. И вот когда мы возвращаемся к слову осознать, когда мы осоздаем, то осознание надо понимать как свидетельство и констатацию. И констатацию. Есть еще. Есть еще нечто, что относится к феномену сознания. Это понимание. Ну, это я уже немного забегаю вперед, потому что надо будет... Вообще говоря, надо доказывать, почему понимание не относится к мышлению, не относится к сознанию. Ну, я просто забегу вперед. Можно, ну, доверимся, ходить. Туда ходить, как раз понимание относится к дозаину. А дозаин, как я показывал, есть я, а я связан с существенным образом сознания. То есть все-таки понимание... Понимание относится к... Понимание... Вот оно относится к сознанию. Вот. Вот это то, что мы можем было бы сказать в феноменологии сознания. Открытость, метафора света, просвета, всякого рода. Вот это вот различие между внутренним и внешним. Внутреннее и внешнее различие. свидетельствование или констатация и понимание. И вот если принять во внимание феноменологию сознания, да, вот это феноменология, и учесть вот это вот рассуждение, которое связано с тем, что сознание не способность, да, и значит, она не является чем-то в ряду других способностей, да, она не пропадает там в этом бесконечном перечислене способностей, да. Как вот Кант там, Кант любит делать, он каждый раз, когда переходит от одного позиции к другу, у него возникает новая способность. Ну, вот, как бы она не пропадает в этом многообразии способностей. Оно существенно связано с Я, поскольку если сознание исчезает, как бы исчезает вообще все, схлопывается, да. Ну и, как бы, вот проосознать мы поняли. Вот она была проблематичной, мы теперь разобрались, что такое. Поэтому, что такое акты сознания? Это акты свидетельствования. Или акты констатации. То есть это в каком-то смысле акты являются актами только в переносном смысле, да. Почему? Потому что сознание открытое просто, и вот теперь мы как бы можно обратиться к Хадигер, да. Вот Хадигер любит говорить о том, что истина есть аллитэ, в отличие от классической философии, которая истинно понимает в смысле соответствия, реальность. Истина, как аллитэ, это что такое? Это выход на свет. Выход на свет из потаенности. Вот из какой-то там потаенности, там где-то потаенность, вот так вот выходит на свет. А вот это вот представим поле сознания, да? Поле сознания. Вот из потаенности. Потаенность. Что нечто выходит на свет. Вот он нам свет, свет сознания, поле сознания, появилось нечто. И что это означает? Что значит осознать в данном случае? Это засвидетельствовать, увидеть. Это вот то, что вышло на свет из потаенности. То есть иначе говоря, вообще истина, как аллитэ, как аллитэ связана опять же с сознанием, да? Так, как понимается сознание. И вообще, если вы заметили, что вот я по диагонали прохожу, да, вот это вот сравнение, дозайн с тем, что представляет собой я, да, вот опыт проживания, то есть я думаю, что становится достаточно видным, да, то, что я говорю, действительно относится к философии Ходигера. Вот теперь даже истина, как аллитэ становится ясно, что это такое, когда на свет сознания из потаенности выступает нечто, да? Что такое? Вот есть некое сознание, да, вот оно как бы у нас может быть ясным, может быть сумрачным, да? То есть сознание имеет интенсивность, да? Интенсивность. И вот на этот свет сознания нечто выступает, и вот это выступание на свет, и есть, собственно, выход из потаенности, есть то, что называют истинной Ходигера. А почему открытость? Ну, потому что есть вот некое поле сознания, и в этом поле сознания есть некое поле открытое, да? Метафора света, я уже говорил, что вышла на свет, что такое сознание? Мы всегда говорим о том, что прояснилось в голове, мы говорим, да, ясность, да, вот свет, просвет, ясность, вот сюда ясность относится. Да, вот это, вам ясно, спрашивают, кто-то отвечает, констатирует, ему ясно, что значит проконстатировать, что кому-то что-то ясно? Он понял что-то, да? Ему стало ясно, да? А вы вспомните слова-то, вот, например, мы говорим, ты понял это? Это, нет, ты это уразумел? Да, типа я увидел. Увидел в смысле понял. В смысле понял. И в английском языке туси там, да? Понимаем. Вообще говоря, сознание как-то, это, опять же, забегая вперед, как бы это не касается, это я еще не исследовал в плане, сознание как-то связано со зрением. Вот оно как-то связано со зрением. И вообще мы говорим не просто, когда сознание, мы говорим усмотреть, да? Ну, все эти языковые, как бы, усмотреть в смысле это понять. Все эти вот языковые дополнения, это просто пояснение к общему разговору. Теперь вот после того, как я рассказал много что о сознании, теперь я вот свою гипотезу того, что есть сознание. Из того, у многих, может быть, уже сложилось понимание, что же такое сознание, наконец-то, да? Если оно не является способностью, если с ней связано, если с ней понимание как алитей, если с ней связаны такие вещи, как ясность, это понимание, свидетельствование, всякие метафоры света, то что такое сознание? Сознание есть пространство, некое пространство. Вот, назовем его в скобочках, пространство. Кагитация. Иначе говоря, и не только кагитация, а вообще событий. Потому что вот здесь вот, с кагитацией событий, в этом пространстве, пространство пока в кавычках, потому что, надо будет объяснять, или поле, можно сказать, поле, поле. Иначе говоря, давайте представим, что вот эта вот доска белая, есть сознание. Вот сама доска, есть сознание. Это как окно в мир, да? Окно в мир. Но оно окно не в том смысле, что как бы за окном, там где-то мир, мы окно. А в том смысле, что вот мы через него смотрим. В каком-то смысле. Оно не нечто посредствующее, а нечто, что как бы существует. Еще как поле экрана. Вот есть у компьютера экран, да? Мы как связаны с компьютером. Вот через экран. Мы что-то на экране делаем, и тем самым делаем, в принципе, что-то внутри компьютера. Вот. Сознание это поле. И тогда, вот если сознание это поле и пространство, то вот в этом пространстве совершается акт. Почему это поле событий и когитаций? Во-первых, через это пространство мы, как бы вот, мир для нас представлен. Он является пред-ставленным. Он как-то лежит перед. Перед. В каком-то смысле представлен. Пред-ставлен, да? Он как-то лежит перед. В этом пространстве совершаются вот эти когитации. Наши когитации. То есть, где-то там в этой пространстве совершаются акты мышления, акты речи. Ведь речь тоже речь о чем-то, да? Это акты восприятия. Вот я сейчас говорю, и тем не менее, помимо того, что я, мое внимание нацелено на то, чтобы рассказать то, что такое сознание, все эти акты восприятия, они же совершаются. Вот в этом пространстве совершаются все эти акты. Они присутствуют здесь. Они присутствуют. Почему Хадеггер говорит вообще о присутствии? Точнее, почему наши переводчики так переводят? Да потому что присутствие вот это и есть, вот это поле сознания. В этом поле что-то присутствует. Мир открыт. Действительно, вот как окно, да? Окно, оно есть окно в мир. Оно открыто. Открыто. Мы вот это окно смотрим через это окно и как бы в этом окно окне все видят. Вот в нем есть очень много чего есть, да? Вот в этих... Ну, самое интересное, что будущее пространство, неким полем, да, к агитации, событий, сознание не сводится к способностям. Вот способности здесь совершают какие-то свои акты. Вот они вот многообразные акты совершают. А сознание – это просто то место, где это все осознается или свидетельствует. Мы можем... Эти акты могут совершаться под покрытием, да? То есть, как бы где-то в потаенности. Потаенности. Интересно, что Хадиггер говорит в работе «Что такое метафизика?» о неком «Ничто», да? Которое находится в трансценденции, да? Да вот если вдуматься, что такое трансценденция, ведь в неком-то смысле бессознательная тоже является трансценденцией, да? Бессознательная является трансценденцией, но уже трансценденцией. Но уже не в классическом смысле, да? Который понимается как потусторонний, а именно в потустороннем смысле глубины. Вот у нас глубину можно понять в двух смыслах. Глубина. Глубина можно понять как в смысле, буквально в смысле, как вот глубина. Вот у нас вот есть поверхность мира, да? И вот мы можем туда куда-то внутрь углубляться, да? То есть глубина как просто глубина вещей. А глубину можно понимать так же, как потусторонняя. Понятно, что такое потусторонняя? Я вот в прошлый раз делал доклад, и не объяснил, может быть, кто-то не очень понял, в буквальном смысле, по ту сторону. Вот у нас есть экран, вот по ту сторону, вот там. Но то, что по ту сторону, экран не видно. Ну, потустороннее, имеется в виду, конечно, не потустороннее какое-то отдельное вещь, а потустороннее буквально всей вот этой картиной, всего шара. Вот есть некий шар, внутри которого мы находимся, шар субъективности. Вот по ту сторону этого шара есть некая потусторонняя. И эта потусторонняя может быть только мыслицей. Оно иначе никак не дано, это потустороннее, как мысли. То есть мы понимаем на самом деле, что есть и некая сфера иммунитности, и сфера субъективности. Есть потустороннее этой сферы. Вот глубина понималась, можно понимать в двух смыслах, как глубина вещей. То есть есть некая поверхность, и мы можем вбуриваться в вещи. Это глубина вещей. А можно понимать как потусторонность, которая только мыслится. Так вот, трансценденцию называют именно потустороннее. Классической философии. Но трансляцию можно понимать и в смысле глубины. Но поскольку глубина вещей для современной философии неинтересна, этим занимается наука, поэтому глубиной вещей на самом деле нам нужна, мы изучаем глубину тела нашего. Поскольку наше тело, оно стало для нас важным, появилось нечто бессознательное, и вот мы как тоже у нас есть, появился субъект, субъект актов, да, точнее. И вот глубина тела, это вот есть бессознательное. Вот это вот глубина тела, не знаю, какой-то глубины тела к нам выступает бессознательно, да, и пытается, и вот она на поверхность всплывает, и как бы мы обнаруживаем себя в каких-то там ситуациях, да, психологических. И она является трансценденцией в новом, в другом смысле, да, в новом смысле. Потому что вот эта вот глубина тела, она нам неведома. Ну, я не имею в виду, что тело нужно пробурить, да, а я имею в виду вот именно в смысле бессознательного. Потому что понятно, что глубина, как бы, я говорю, сущих нам неинтересна. Ну, что там, в дереве, а так и внутри находится дерево, а в глубине тела находится бессознательное, да. И вот нам это бессознательный интерес. Так вот, с точки зрения этой глубины тела, да, вот этого бессознательного, не что, о котором говорит Хайдегер, ведь можно понять именно как бессознательное. Вот я, опять же, когда делал доклад по Хайдегеру там, я говорил о том, что у Хайдегера ничто, ничто. Хайдегер, да? У него ничто. Оно находится в трансценденции. Ну, эту трансценденцию можно понять двоярко. Я в прошлый раз понимал ее трансценденцию как потустороннее, в смысле, как мыслимое, да, как мыслимое ничто. Но ведь у Хайдегера мыслимое ничто. Но ведь у Хайдегера не может быть ничто мыслимое. У него ничто, оно является экзистенциальное ничто, то есть ничто переживаемое. Я вообще говорил о том, что Хайдегер понимает бытие как переживание. Откуда это ясно? А то это ясно из того, что такое дозен. Я уже указывал на то, что такое дозен, да? И вот если ничто переживаемое, то это ничто, есть ничто иное, как бессознательное. Потому что для нас существует только то, что мы сознаем, то, что находится вот в этом свете, да, вот есть свет сознания. И все, что существует для нас, находится вот в этом свете сознания. А бессознательное, вот это я вот нарисовал наш экран маленький, да, как бы вот так вот немножко перевернут. А вот бессознательное, то вот как бы вот оно находится. Оно находится вне этого экрана. Оно является по отношению к нему ничто. То есть Хайдигере бессознательно можно понять, как именно вот это ничто. Ничто Хайдигере, которое ничтожит, самое интересное, да? Ведь, допустим, у классических философов ничто ничем не занимается, ничего там не ничтожит. Ничто это просто буквально в смысле понятия. Оно не означает, что ничто. Оно просто нечто неопределённое. А у Хайдигера ничто ничтожит. То есть, ну только бессознательно может ничтожить. Ничего другое делать не может осуществляться. Вот есть свет сознания, да, и вот где-то там, в глубинах тела, наших тел, находятся бессознательные, которые там что-то там ничтожит, да? А что оно ничтожит? Оно пытается вот нашим сознанием завладеть, да? Оно пытается с ним вступить в некий конфликт. Ну, так. Ну, мы достигли завершающей фазы того, что я хотел рассказать. Несколько вот заключительных слов сейчас я сделаю ещё. Последнее замещение я хотел сделать наносительно того, что такое внимание. В свете определения сознания как пространство, в котором совершаются кагитации и случаются события, очень важным становится нечто, что мы называем вниманием, что, в принципе, как бы философия вообще обходит вниманием, да? Вот такой каламбов. А в свете того, как понимается сознание, оно становится важным. Дело в том, что вот если вот эта вот доска является полем сознания, то это поле, оно является полем разной интенсивности. Что я имею в виду? Мы не можем... Вот вокруг меня шар. Я устремил свой взгляд на эту доску. Что-то попало в моё поле внимания, да? Вот поле внимания, вот некий шар, да? Я на него устремлён, и это поле внимания. А всё остальное находится на периферии. Ну вот эти рассуждения о поле внимания, периферии, вообще-то, наверное, всё-таки... Гусер, наверное, этим занимался, но это не суть, да? Это не суть, честно. Вот поле внимания. Это поле внимания, оно перемещается. Вот как бы есть возможности, да, сознание. Я могу обозревать весь мир. Да, вот всё передо мной открыто. Я это поле внимания перемещаю, поле внимания, и тем самым ввожу в свет сознание то, что как бы мне дано. Вот мне дан мир, вот этот шар, и я ввожу туда поле внимания. Что такое поле внимания? В отличие от пассивного постигания, я могу просто сидеть около телевизора, как бы и просто пассивно как бы постигать, да? Просто расслабиться и как бы просто ничего не делать. А могу... А вот с другой стороны, есть активное постигание. Вот есть пассивное, да, пассивное. Пассивное сознание, да? Постижение. А есть активное. Так вот, активное постижение, оно нам дано через внимание. Иначе говоря, вот мы в школе учимся сосредоточить свое внимание. То есть внимание, оно бывает рассеивается, да? Бывает сосредоточено. Бывает, как, допустим, там, это пропадает внимание. Отвлекается людей. Иначе говоря, вот с вниманием связано нечто как бы живое, да? Оно может быть как бы пассивным и активным. Вот активное постижение внимания, оно состоит в том, что мы в поле сознания, вот есть некий, как бы, вот, можно сказать, как прожектор такой, да? Вот он, как бы, на что внимание направлено, то он и находится в поле нашего усиленного сознания. Вот усиленное сознание. Теперь вот смотрите, вот работает некий субъект так, допустим, он, это, случайным образом мысли. Тут у нас мышление, оно может разделиться на две вещи. Вот мы часто к мышлению предъявляем ту претензию, например, Нитша говорил, что мысль, она приходит не тогда, когда мы этого хотим, а когда она того хочет, да? То есть, у нас в некотором смысле мышление такая есть капризная особа, как бы так, хочет, приходит, хочет, не приходит, да? Но это как бы пассивное отношение к мышлению. Ну, можно ли мышление заставить быть активным? Можно туда направить усиленное внимание. Вот у нас есть, как бы, мышление, тут объекты, кстати, и мы направляем туда наше внимание. И когда мы направляем туда внимание, то мы, во-первых, усиленно заставляем, вот это вот действие мышления мы можем заставить, мы проясняем, мы, во-первых, проясняем все возможности, какие здесь есть, мы для себя выясняем, что состоит, допустим, наше мышление. Вот, допустим, у нас какая-то есть интуиция, что-то у нас внутри там вложит, или, допустим, какая-то возникла у нас какая-то тень мысли, да? И мы, как бы, раз туда свет внимания, допустили свет внимания, да? Свет внимания. И выводим, как бы, на этот свет. Да, и выводим на этот свет то, что мы мысли. То есть, в некотором отношении вот внимание есть такая функция, да, нашего сознания, которая позволяет ему передвигаться и выводить на свет все, что с нами связано. То есть, ну, как вот психоанализ есть, да, там, типа осознание как бы лечит. Вот есть некие там скрытые какие-то бессознательные импульсы там, бессознательные импульсы. То есть, и мы туда, что, в чем состоит лечение психоанализа, мы туда направляем внимание, да, там, и попытаемся понять, на самом деле, что же нас гложет, да? Внимание. Но поскольку сам больной туда внимание направить не может, то это внимание туда направляет психоаналитик. Ну, это уже как бы отклонение. Просто я просто к тому, что такое внимание. Вот, иначе говоря, внимание это и есть тот способ, каким мы выводим все на свет сознания. То есть, внимание это и есть некая функция сознания. Я вообще говорю, внимание, оно именно концентрируется наиболее сильном уровне. То есть, мы можем сознание концентрировать. Вот есть некое пространство, и это пространство, оно неоднородное. Во-первых, есть края, какая-то периферия, да, и есть вот поле внимания. Ну, это пока просто предварительный некий разговор. Я собираюсь, я просто буквально, в смысле, рассказываю то, что является последним исследованием в этом вопросе. Ну, исследование в смысле того, что я тут попытался разведать, да. Можно это продолжать дальше. И вот есть периферия, а есть как бы поле внимания. Причем поле внимания так устроено, интересно, что вот периферия, она ведь тоже удерживается. Но мы просто, поле внимания, оно бегает по всему полю, да. Оно может раз тут высветить, может здесь, допустим, сосредоточиться, может где-то еще сосредоточиться, может вообще отвлечься в другую сторону. То есть она как бы бегает, это бегающее поле. Но я сейчас рассказываю уже не философским языком. Дело в том, что для того, чтобы подойти к вопросу сознания также и с философского языка, теперь надо выяснить вообще всю феноменологию, что относится к субъекту переживания, что относится к субъекту актов, как они взаимосвязаны. Но я сейчас это рассказывать не буду, это просто уже разговор для других докладов. Какие-то отдельные замещания отдела по поводу того, как субъект переживания, как он вообще управляет миром. И почему, ну давайте я вообще-то несколько слов скажу, чтобы быть уже полным. Чтобы можно было на этот доклад ссылаться и говорить о том, что вот в этом докладе сказано все, что я думаю осознано. Ну это уже я не доказываю, это пока является некими феноменологическими как бы зарисовками о том, как мы управляем миром. Вот представьте себе, вот есть наше тело. Наше тело, но мы говорим о субъекте актов. Этот субъект актов как-то там совершает акты. Акты не только познавательные. Познавательные, познавательные это частный вид актов. Все акты. Желание, знание, стремление. Все, 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 все там акты, там желания, ну в смысле там, мы желаем там, это предметы желания там наши, ну связанные с голодом, связанные там с этими сексуальными желаниями и прочее и прочее, да, там. Вот, они направлены на объект. То есть на мир, как объекты, как на мир объектов. Просто на мир направлены, да. Вот это. Это наше тело. И вот эти вот акты совершаются, и они генерятся. Вот они генерятся, да. То есть я постоянно, как вот, как вот, как работает электростанция, да, вот она постоянно производит ток. Это как ток производится. Он постоянно производится. То, что я говорю, производится, это не случайные слова. Дело в том, что об этом же говорит Деллес. Да, помните машины желания? Да, вот. Она производится. Ну сюда, конечно, вкладываются инвестиции и прочее. В общем, на тело накладывается вся машинерия, как бы, то, что можно понять. Все это совершается автоматически, да. Это некая машинерия автоматически. Автоматически машинерия. Если сюда вмешивается сознание, то в лучшем случае оно только вот все ломает и вередит. Потому что, ну, попробуйте в это, вставьтесь в какой-нибудь автоматизм, например, если задуматься о том, как мы дышим. Я представляю, какие будут... Ну, можно это просто осуществить. Попытаться задуматься и поймать, как мы дышим, понять. Ну, это все... Говорят, что йоги там чего-то достигают. Может быть, это и полезно. Но я подозреваю, что для нормального человека это не полезно. Туда лучше не вмешиваться. Вот там она пускай генерит, она не пускай эти акты совершаются, как бы, вот что-то происходит. У нас есть наше Я. Да? Наше. Ну, или субъект переживания. Почему я говорю субъект переживания-проживания? Потому что субъект проживания, может быть, многим не очень понятно, что значит слово проживание. Субъект переживания всем понятно. Там есть некие переживания ужаса, страха, любви. Это все там близко. И в этом мы проживаем свое бытие. Поэтому я говорю иногда субъект проживания, субъект переживания. Это как бы на самом деле одно и то же. Субъект проживания – это метафизический субъект, метафизического смысла, потому что он так вводится. А переживания – это, собственно, как бы есть модусы проживания, это различные. И можно дальше спускаться в эмоции и прочее. Но здесь как бы еще надо замечание сделать, я в своем месте забыл это сделать, что вот эти проживания и переживания не являются интенсиональными. Дело в том, что здесь акты направлены на объекты, желания, стремления и прочее, познавательные. А здесь нет этой направленности, но тем не менее переживания, допустим, эмоции, они связаны с миром. То есть в некотором смысле здесь нельзя говорить о том, что я совершенно замкнута, оно связано с миром. Но вот эта вот связь, она в чем состоит? Вот переживания и эмоции, они сами по себе есть некие внутренние движения. Внутренние движения. Внутренние движения. Они вообще самоценны. Они вообще могут относиться к миру, а могут не относиться к миру. Ну, допустим, кто-то переживает. Мы часто, конечно же, переживаем, допустим, наши неудачи. Или наоборот, переживаем наши успехи. И эти неудачи и успехи связаны с тем, как мы их действуем в мире. То есть вот эта связь присутствует. Но обратим внимание на особенность этой связи. Что эта связь, она только есть связь, которую мы устанавливаем. Переживание само по себе, оно просто есть внутреннее движение. Оно возникло в силу повода. Повода. Или причины, поскольку все в мире взаимосвязано. Сила повода и причины. Оно возникло в нас. Возникло. Но само по себе переживание, оно никакого отношения к этим поводам-то не имеет. То есть, конечно же, мы переживаем наши успехи. Или наши неудачи. Но в некоторых отношениях само переживание само самоценно. И вообще говоря, есть такие переживания, как Хадигер описывает, переживание ужаса. Ужаса, допустим. И переживание страха. Все-таки страх еще связан с объектом. Страх еще связан с ним. Мы боимся какой-то конкретной темноты, боимся. Или какого-то человека боимся. А вот ужас, он полностью отваливается от объекта. Просто есть некое внутреннее. Полностью человек ушел внутрь. Просто ужас до оцепенения, допустим. Такой ужас внутри. И мы понимаем, что вот этот ужас до оцепенения, он уже никак не связан с миром. Мы уже полностью внутри. Мы уже замкнуты. Вот в клинических случаях, когда человек разваливается, вот эта вот замкнутость, она просто становится его постоянным местопребыванием. Мы нормальные люди, они в этот ужас, в эту внутренность, они впадают иногда и оттуда возвращаются. То есть, иначе говоря, вот эта вот связь, она не есть направленность на объекта. Она не есть интенсия. Она не есть интенсия. Она скорее есть интерпретация. Мы живем в мире, и мышление наше постоянно интерпретирует нам этот мир. Ну и мы сами интерпретируем. Мы живем в неком связанном мире. Для нас одно связано с другим. Потому что для нас что-то важно. Например, важно быть умным человеком. Если кто-то сказал, что я глупец, я об этом вот хожу и переживаю. Потому что для меня это было важно. Но тем не менее, я просто хочу обратить внимание на то, что вот эти вот переживания, эмоции и прочее, оно только связано с объектом. Оно не является интенсиональным в смысле актом. И это существенный просто разговор. Из этого следует, что вот эта вот граница между телом и границей между я, она присутствует. Она присутствует. Что там есть некая генерация, некое производство. А вот в я, в я, есть на самом деле переживание, проживание и все, что с этим связано. Вот некая жизнь, да, вот то, что мы называем жизнью. Причем жизнь не в каком-то абстрактном смысле, а в жизни в смысле вот проживания. Вот что такое проживание. Да, вот проживаем, мы живем. Мы движемся во времени. Во времени. Потоки времени. Вот это вот жизнь, наша жизнь, движение в потоке времени. И все, что с этим связано. Восторги любви, или ужаса от бытия и прочее. Вот это вот есть то, что, собственно, для нас важно. То, что представляем мы сами. Вот Хадигель когда говорит о подлинности. Я вот постоянно здесь обращаюсь к Хадигель, потому что Хадигель это просто весь тот философ, который именно вот это вот я, как собег проживания, больше всего описывает. Он именно на это внимание обратил. Ну, может, к Ерки-Гуру обратиться, опять же, тот тоже будет о чем-то там говорить. К Ницше в меньшей степени. Тем не менее, о Ницше тоже можно вести разговор. Извините. Так вот, вот эта вот жизнь, то, что мы ведем, она связана с Я. И вот, собственно, то, что называется у Хадигеля эзистенциалами, они как раз относятся к тому способу, каким мы живем. А я хотел сказать вот о чем. Про собственность и несобственность. Вот у Хадигеля есть такие, как бы, пара понятия собственность и несобственность. Ну, там, с ними связана подлинность и неподлинность. Вот эти вот как раз относятся к чему? Когда мы живем внутри вот этой жизни, проживания, когда мы движемся вот в этом, вот тут же вот в этой жизни и проживании высвечивается наше бытие. Высвечивается бытие, которое есть экзистенция. Это и есть то, что в Хадиге называется экзистировать. Что значит? Почему экзистировать? Почему не просто быть? Вот вещь просто быть, да? Как пара именинг, вещь просто быть. А Я, оно экзистирует. Оно исключительно действует, да? Потому что это жизнь. Вот оно все, что связано с модусами этой жизни. Модус этой жизни, это всякого рода экзистенциала. Все, что связано с проживанием. Вот есть два таких модулятора. Вот и тело. Тело, которое генерит некий, производит некий, акты по отношению к объектам. Вот два способа, каким существует мы существуем. Точнее, мы существуем вот здесь, потому что мы ассоциируем себя с этим. Ассоциируем себя. Идентифицируем. Вот это, вот мы идентифицируем с этим. В немецком языке, кстати, понятие тождества тождества относится сюда, да? Преподносится немецким словом identity, да? Не, identity, это по-английски. Очень связано с идентичностью. А в русском языке переводится как тождество. Identitet. Identitet, да? По-немецки. Вот это identity, это или identity в нашем языке называется это тождество. Но тождество неправильный перевод, наверное, все-таки, да? Это не более точный, не точный. Поэтому надо говорить об идентичности. Вот наша идентичность, да, вот то, с чем мы себя ассоциируем, она связана вот с я. Потому что когда мы говорим о тождестве, сразу возникают какие-то ассоциации с математикой, там, их какое-то различие. Потому что тождество всегда есть тождество различное. И как мы теперь собой управляем? Да, вот я стираю нижнюю часть, я просто покажу, как мы собой управляем. Вот есть некий поток, да? Помните, я говорил о внимании, да? Вот есть некий поток этих актов. Поток. Актов. А внимание связано с сознанием. И связано с я. Этот поток актов, он сразу многосторонний. Сразу происходит очень много актов. Акты связаны с тем, например, хочется попить, неудобно сидеть, хочется прилечь устало, хочется закрыть глаза, надо говорить, надо что-то объяснять людям. Возникает сразу много таких актов. Как работает сознание? Оно берет и одни акты, выводит, то есть выводит за скобки, выводит за скобки, а другие усиливают внимание. Вот здесь вот внимание. Помните, я говорил о внимании, как оно важно? Оно внимание и усиливает их. Вот, допустим, говорить, удерживать мысль. Вот эти акты, я сейчас усиливаю внимание. Я их усиливаю. И вывел за скобку все, что связано с тем. Вот попить, прилечь там, неудобно, устал, да? Вот это все выведено за скобки. Осталось только вот эти. Я удерживаю внимание, вот это вот усилие совершаю, усиливаю вот эти акты. Эти акты выходят и становятся реальными актами, а эти акты так и застревают где-то внутри. То есть, иначе говоря, мы управляем собой как бы извне. Вот есть некие вот эти акты, да? А мы как бы вот... А есть некий способ управления внешний, да? Ортогональный этим актам. Этот способ управления, он устроен так, что одни акты выводятся на свет, да? Вот эти объекты. Им дозволяется, можно было сказать, да? Дозволяется. Вот, если брать... Давайте как бы обратимся к тому, как об этом говорит психоанализ. Потому что, собственно, психоанализ описывает то, что я рассказываю, да? Просто психоанализ, ему до философии как-то до от Вени, он занимается другим, да? Понимает философию это, не понимает, ему все равно. Он, на философии, ну, лучше психология, говорит, да? Психоанализ – это частный случай психологии. Им как-то все равно, как там, могут ли философы осмыслить это или нет. Фактически я вот пытаюсь это осмыслить, да? Вот есть наши акты. Вот их много. Их вообще, на самом деле... Они постоянно есть, даже во сне. Вот эти акты мы вывели за скобки, вывели, а эти усилили. Усилили. Внимание. Как это объясняется в психоанализе? В психоанализе это объясняется тем способом, что есть внутренняя цензура. Что-то дозволяется, а что-то не дозволяется. Да, вот какие-то акты, допустим, вот здесь. В принципе, как бы, не допускается никогда. Они просто вот запрещены, да? Запрещены. И они вытесняются туда, куда-то там. Подсознание. Вытеснение. А другие акты, они не запрещены, да? Не запрещены. Но они сейчас, например, вот сейчас, да? Это сейчас, как бы, задержаны. То, что запрещено, оно просто выведено под сознание, брошено. А то, что задержано, оно просто сейчас. Вот я хочу пить, допустим, там. Но я задерживаю свое желание. Ну, и я, как бы, спокойно усиливаю свои акты, связанные с говорением и с пониманием. Потом я возьму, когда будет свободное время, пойду и попью. А вот эти акты, допустим, ушли под сознание. Отсюда, ну, это же вот генерация, генерация. Это же энергия. Что такое энергия? Ну, как вот, как вот, помните, аналогию-то приводил, как электростанции вырабатывают только. Это энергия. Если эту энергию загоняем куда-то туда, в подсознание, то она так и остается энергия. Она там все равно генерируется. Вот она в подсознании все равно вот так вот генерируется, да? Она не пускается на поверхность, да, вот это. Подсознание. Но все равно генерируется. Именно отсюда возникают конфликты. Да, и каким способом разрешаются конфликты? Опять выводятся, они выводятся на свет. И возникает разрядка, да? На свет, свет сознания и разрядка. Но эта разрядка, на самом деле, она мнимая, потому что они, если они генерятся, значит, есть внутренний источник, да, источник есть. Ну, то, что мы называли субъектом актов, он источник есть. Причина этих актов есть. И поэтому, на самом деле, нужна постоянная разрядка. И вот с этим связан у нас, допустим, наш сексуальный инстинкт, да? Мы, на самом деле, его постоянно разряжаем, как бы вроде от него освобождаемся, но, на самом деле, опять сваливаемся. Как бы рано или поздно опять, мы, как бы даже если бы удерживаем, допустим, наш какой-то там сексуальный инстинкт, какого-то каких-то рамок, тем не менее, там опять накапливается напряжение, да? И мы опять вынуждены его осуществлять, эту разрядку, да? И обратно. Как бы важно понять, на самом деле, что здесь вот как раз вот то, что можно теперь было бы еще сказать, философского, да, я психоанализ оставляю, про волю. Про волю. Важно понять, что вот здесь вот есть некая воля тела. Воля тела. Вот здесь некая внутренняя воля тела. Независимо от того, нравится нам это, не нравится. Наше тело, оно у нее есть свои какие-то потребности, да, свои желания. Оно как бы вот генерит просто их и все. Оно генерит силу нашей природы. Вот эта воля тела, это природная воля. А есть наша воля, да? Вот наша воля, то, что мы называем. Наша воля. Да, вот воля я. Если мы поймем, что мы-то не стоим в начале этих актов. Мы на самом деле их как-то удерживаем. Но как эта воля-то связана? Существует ли вообще такая воля? А эта воля связана никак иначе, как с вниманием. Да, вот я говорил о том, что как-то связано с вниманием. Ну, сейчас я уже на самом деле забегаю вперед. Но тем не менее, вот есть уже, видите, даже две воли есть. Вот эти две воли борются. Вот об этом говорит ниша. Что человек это многообразие воли, да, которые внутри нашего субъекта, внутри человека как бы борются с друг другом. И тот, кто побеждает, тот и становится господином надо всеми. Отсюда у него воля к власти. Воля к власти. Почему воля к власти? Потому что воля не одна. Воль много. Воль много. Здесь ведь тоже воля тела. Это я же так написал. Воль-то много. Генерации-то тут совершенно разные. И воля к власти означает, что какая-то одна воля берет власть. Допустим, если берет воля я, да. А с я у нас, кстати, связано еще, ну, я не знаю, стоит ли это сейчас уже рассказывать. С я у нас связана этика. Ну, это мы прекрасно понимаем, да. Вообще, структура этого я, ну, если уже околофилософский разговор вести, она возникла, исходя из необходимости этики. Нужно было каким-то образом вот эту вот генерацию, которая происходит. Ну, это я сейчас придумал, конечно, да. Как бы не рассказывать правдоподобный миф, да, вот как Любим Платон рассказывает. Вот правдоподобный миф состоит в том, что вот была вот некая генерация, да, вот воля природы, и вот эта генерация нарушала то, что можно назвать социум, да. А что такое социум? Социум – это совместное проживание людей. Совместное проживание. Как это совместное проживание возможно? Если каждый поступится неким своим эгоизмом, да. Если, как выживает человечество? Человечество выживает тем способом, что оно, каждый человек ограничивает свою волю. И тот, кто не хочет ограничить свою волю, есть некая инстанция, инстанция государственная, которая его волю ограничивает извне. Есть два способа ограничить волю изнутри. Ограничить изнутри, а можно извне. Ну, вы понимаете, на самом деле, что извне ограничить волю очень сложно. Вот, если мы обратим внимание, что происходит в зоопарке, там извне ограничивают волю животных. Да, их ломают просто, и в лучшем случае, или они погибают. В основном там в зоопарке живут животные, которые там выручены просто изначально на неволе. Вообще говоря, лучший способ таким образом люди бы контролировали совместное проживание, если бы каждый изнутри бы ограничивал себя. Так вот, способ, каким люди могли бы изнутри себя ограничить, было создание сознания. У каждого возникло сознание. И каждый внутри себя положил пределы вот этой генерации. Вот у каждого и была генерация, в том числе и асоциальная. Кто-то хотел одного, кто-то хотел другого. Да, и вот каждый положил просто этой генерации ограничения. И в результате этого ограничения возникли некие как бы принципы, да. Вот эти принципы, они просто осознаны, они в виде заповедей. Заповедей. Чем состоит от ограничения? Вот они в виде заповедей были прописаны. Ну там, кроме десяти заповедей, допустим, Моисея, можно говорить о том, что там дальше еще можно придумать много чего. Но не важно. Суть вопроса состоит в том, как я просто показал некий миф, каким образом образовалось сознание и зачем. Вот есть некая генерация нашего тела. Для того, чтобы ее ограничить, нужно было некую придумать внутреннюю инстанцию. Не внешнюю инстанцию государственную, которую на самом деле никогда не сможет удержать безудержность, да. Потому что если все будет удерживаться только внешне, с помощью насилия, ну тут же фактически как удерживаться? С помощью насилия. Если все будет удерживаться с помощью насилия, то такая система никогда не выдержит. А если насилие будет внутри, да, если каждый из нас сам себя ограничит, то тогда образуется вот некий конгломерат, да, то, что можно было бы назвать обществом. Общество и есть некая система, в котором ограничены возможности каждого отдельного индивида. И зачем они ограничены? Ну потому что выгода совместного бытия, выгода совместного бытия превышает, ну больше, да, существенно причем больше, да, это ограничение и невыгодность. Ну, как сказать. Ограничений, потери, да, потери от ограничений. Просто выгоды настолько больше, а в чем выгода состоит? Ну, во-первых, безопасность жизни, да, если каждый себя ограничил, значит, я могу безопасным быть, что меня не убьют, что меня не съедят, условно говоря, там. И проще, и проще, и проще. Спокойно ходить по улице, там. То есть, как бы, вроде бы изнутри мы ограничили свою свободу, а на самом деле, как бы, дали своей свободе больше, больше пространства. То есть, вот, мы вынуждены были. В этом состоит, и этика состоит в том, что каждый вынужден ограничить свою свободу, чтобы дать свободу другому. Да, ведь что такое ограничение? Ограничение состоит не в том, что мы, как бы, себя закабалили, не надо это понимать, как бы, трагически. Потому что ограничение, это было неизбежная вещь. И чем ближе мы с друг другом соприкасаемся, тем больше необходимость, как бы, друг другу, тем больше необходимость ограничить свой произвол, да, вот, есть некий изначальный природный произвол. Этот произвол природный надо ограничить. Ограничить это надо изнутри. Это единственный и самый верный механизм. И природа пошла именно по этому механизму. Как же себя ограничить? На самом деле, этот механизм действует не только в человеческом. Мы понимаем прекрасно, что он действует и в стаде, и в стаде, например, в стаде животных каких-нибудь. Там просто законы, может быть, другие. У нас, кстати, это ограничение друг друга, оно может варьироваться. Оно может принимать форму рабства, оно может принимать форму равенства, равенства и прочее. Это, как бы, различные способы, каким образом возникают ограничения. То есть, иначе говоря, рабство, это вот смесь насилия вот этого и внутреннего ограничения, аравенство, это как бы насилие все равно остается, но оно все меньше и меньше. Оно как бы становится неким, как бы, так сказать, инстанцией НАТО. А в основном все удерживается внутри, в виде совести. Вот то, что называется совестью. Вот совесть, сознание. Как бы, вот сознание как-то связано с совестью. На самом деле, эти вещи существенно лежат в одной плоскости, и мое исследование сознания, оно привело к такой вещи, как формальной этикой. Это является одной из глав, посвященных сознанию. Но я сейчас это рассказывать не буду. Это тоже очень огромная часть того, что касается исследований сознания. Вот, наверное, на этом я закончил. Доклад о сознании, наверное, получился немного большой. Но я думаю, меня люди извинят, потому что зато я в одном докладе изложил полное свое представление о сознании. Спасибо. 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 Спасибо.